В романе «Война миров» Герберта Уэллса пришельцы с Марса напали на Землю, потому что их родная планета умирала. Вооруженные лучами смерти и гигантскими шагающими машинами, инопланетяне быстро сожгли разные города и едва не захватили крупнейшие земные столицы. Марсиане легко подавляли все попытки сопротивления, и наша цивилизация должна была вот-вот превратиться в руины, как вдруг нашествие неожиданно прекратилось. Пришельцы со всей своей передовой наукой и мощным оружием не учли одну опасность – они не предусмотрели нападения со стороны самых примитивных земных существ – микробов. Этот роман породил целый литературный жанр и тысячи художественных фильмов, таких как «Земля против летающих тарелок» или «День независимости». Правда, ученые в большинстве своем кривятся при виде того, какими показывают в этих произведениях инопланетян. В фильмах обычно фигурируют существа с аналогичными человеческими ценностями и эмоциями. Даже если у них зеленая кожа и громадная голова, они все равно до определенной степени похожи на нас. Кроме того, они, как правило, прекрасно говорят по-английски. Но, как указывают многие ученые, вполне может оказаться, что с омаром или морским огурцом у нас больше общего, чем с пришельцем из космоса. Как и в случае с кремниевым сознанием, инопланетное сознание, скорее всего, будет обладать теми же общими чертами, описанными нашей пространственно-временной теорией. То есть способностью строить модель окружающего мира и затем рассчитывать, как она будет развиваться во времени, чтобы достичь определенной цели. Но если роботов можно запрограммировать так, чтобы они были эмоционально связаны с человеком и преследовали цели, совместимые с нашими, то с инопланетным разумом все сложнее. У него может не оказаться ни того, ни другого. Скорее всего, у другой цивилизации будет свой, не совпадающий с человеческим, набор ценностей и целей. Можно только гадать, каких именно. Консультантом фильма 2001 был физик из Принстонского института перспективных исследований доктор Фриман Дайсон. Увидев фильм целиком, он был доволен и не блестящими спецэффектами, а тем, что впервые в голливудском фильме представлен инопланетный разум с желаниями, целями и намерениями, совершенно не похожими на наши. Впервые инопланетяне в фильме были не просто актерами, нацепившими на себя монструозные костюмы и изо всех сил старающимися изобразить угрозу. Нет, инопланетный разум здесь был представлен как нечто перпендикулярное человеческому опыту, нечто совершенно чуждое. В 2011 году Стивен Хокинг поднял еще один вопрос. Известный космолог попал в заголовки новостей, заявив, что мы должны быть готовы к возможному инопланетному вторжению. Он сказал, если нам суждено когда-нибудь встретиться с инопланетной цивилизацией, то она будет более развитой и потому будет представлять смертельную угрозу нашему существованию. Достаточно вспомнить о том, что произошло с ацтеками после встречи с кровожадным Кортесом и его конгистадорами, чтобы представить, что может ждать земную цивилизацию после столь судьбоносной встречи. В 1521 году горстка головореза, вооруженная технологиями, железные мечи, порох и лошадь, о которых ацтеки, жившие в бронзовом веке, не имели представления, разрушила древнюю ацтекскую цивилизацию всего за несколько месяцев. Все это заставляет задаться некоторыми вопросами, что представляет собой инопланетный разум, чем мыслительный процесс и цели инопланетян могут отличаться от наших, чего они хотят. Вопросы, надо сказать, далеко не академические. Учитывая замечательные успехи астрофизиков, мы вполне можем встретиться с представителями инопланетной цивилизации уже в ближайшие десятилетия. То, как мы отреагируем на такую встречу, может в значительной степени определить будущее человечества, а сама встреча стать одним из самых ярких поворотных событий в истории цивилизации. Несколько недавних достижений приближают этот исторический день. Первое. В 2011 году научный аппарат Кеплер впервые в истории дал астрономам надежные данные о планетах в нашей галактике. Кеплер проанализировал свет тысяч звезд на избранной площадке неба. Оказалось, что вокруг каждой двухсотой звезды может обращаться землеподобная планета, причем в пригодной для жизни зоне. Так мы впервые смогли оценить количество звезд в галактике, у которых могут быть планеты земной группы, около миллиарда. Глядя на далекие звезды, мы имеем полное основание думать о том, не смотрит ли в этот момент кто-нибудь на нас. На данный момент при помощи земных телескопов изучено более тысячи экзопланет. Астрономы сейчас находят их со скоростью примерно две в неделю. К несчастью, почти все они относятся к группе планет-гигантов, лишенных, вероятно, всякой жизни, сколько-нибудь напоминающей земную. Есть, правда, и несколько суперземель, каменных планет в несколько раз больше Земли. А Кеплер уже сейчас обнаружил в своей зоне поисков около двух с половиной экзопланет-кандидатов, некоторые из которых очень похожи на Землю. Эти планеты обращаются вокруг своих Солнц на таком расстоянии, которое допускает существование жидких океанов. А жидкая вода – это тот самый универсальный растворитель, в котором растворяется большинство органических веществ, таких как ДНК и белки. В 2013 году ученые НАСА объявили о самом впечатляющем открытии Кеплера – двух экзопланетах, которые можно считать практически двойниками Земли. Расположены они на расстоянии 1200 световых лет в созвездии Лиры. Они крупнее Земли всего лишь на 60-40% и лежат, что еще важнее, в пределах обитаемой зоны своих звезд. Возможно, на них есть жидкие океаны. Из всех ранее исследованных планет они больше всего подходят на роль двойников нашей планеты. Космический телескоп Хаббл дал нам оценку полного числа галактик в видимой части Вселенной – 100 миллиардов. Соответственно, мы можем подсчитать число землеподобных планет в видимой Вселенной – миллиард раз по 100 миллиардов, или 100 квинтильонов землеподобных планет. Это поистине астрономическое число, так что вероятность существования жизни во Вселенной астрономически высока, особенно если учесть, что Вселенной почти 14 миллиардов лет, и времени на развитие и, возможно, падение разумных империй было бы вполне достаточно. Вообще было бы чудом, если бы во Вселенной не было другой развитой цивилизации. Конструкции радиотелескопов усложняются и развиваются. До сих пор на наличие разумной жизни исследовано всего лишь около тысячи звездных систем, но в ближайшее десятилетие их число может вырасти в миллион раз. Использование радиотелескопов для поисков внеземных цивилизаций началось в 1960-е годы. Тогда астроном Фрэнк Дрейк инициировал проект ОЗМО, названный в честь королевы страны ОЗ, с использованием 25-метрового радиотелескопа в Грин-Бэнк, штат Западная Вирджиния. Так родился проект СЭТИ – поиск внеземных цивилизаций. К несчастью, сигналов от инопланетян принять не удалось, но в 1971 году НАСА предложило проект «Циклоп», в рамках которого предполагалось строительство 1500 радиотелескопов на общую сумму 10 миллиардов долларов. Нет ничего удивительного в том, что этот проект развития не получил. Конгрессу идея не понравилась. Средства были выделены на куда более скромный проект – отправить в 1971 году в открытый космос тщательно составленное и зашифрованное послание инопланетянам. Кодированное послание длиной 1679 бит гигантский радиотелескоп Ари-Сиба в Пуэрто-Рико отправил в направлении шарового скопления М13, которое отделяет от нас 25 тысяч световых лет. Это была первая космическая визитка нашей цивилизации, содержащая важную информацию о человеческой расе. Однако ответ получить не удалось. Может быть, мы инопланетянам не понравились, а может, помешала скорость света. Учитывая расстояние, вряд ли стоит ждать ответа раньше, чем еще через 52 тысячи с лишним лет. С тех пор некоторые ученые высказывают сомнения в том, что стоит так явно рекламировать наше существование на весь космос, по крайней мере, до тех пор, пока мы не выясним намерения инопланетных существ в отношении нас. Эти люди не согласны со сторонниками проекта МЕТИ, который активно пропагандирует посылку сигналов инопланетным цивилизациям. Сторонники проекта МЕТИ рассуждают так. Мы уже посылаем в космос огромное количество радио- и телесигналов, так что несколько дополнительных содержательных сигналов проекта погоды не сделают. Однако критики проекта считают, что нам не стоит без нужды повышать шансы на то, что нас обнаружат потенциально враждебные инопланетяне. В 1995 году астрономы обратились к частным спонсорам и основали в Mountain View, штат Калифорнии, институт Сети, чтобы централизовать исследования и инициировать проект Феникс, призванный изучить тысячу близлежащих солнцеподобных звезд. При этом оборудование используется настолько чувствительно, что способно было бы принять излучение радарной системы аэропорта на расстоянии 200 световых лет. С момента основания институт Сети, расходуя по 5 миллионов долларов в год, просканировал больше тысячи звезд, но результата до сих пор нет. Еще один пример новаторского подхода – проект Сети at Home, инициированный в 1999 году астрономами Калифорнийского университета в Беркли. В нем участвует целая армия из миллионов астрономов, любителей и владельцев персональных компьютеров. Каждый может принять участие в этой исторической охоте. Пока вы спите ночью, ваш скринсейвер потихоньку пережевывает данные, поступающие к нему от телескопа Аресиба в Пуэрто-Рико. Пока что на участие в проекте записались 5 миллионов 200 тысяч человек из 234 стран. Может быть, они мечтают первыми в истории человечества связаться с внеземной жизнью, и тогда их имена, подобно имени Колумба, войдут в историю. Проект Сети at Home вырос так стремительно, что теперь является крупнейшим проектом такого рода из всех когда-либо предпринимавшихся. Во время беседы с тогдашним директором Сети at Home доктором Дэном Вертхаймером, он сказал, что иногда они намеренно скармливают системе данные радиотелескопов с наложенными на них фальшивыми сигналами, воображаемых внеземных цивилизаций. Если никто из участников не обнаружил эти фальшивые сигналы, станет ясно, что с программой непорядок. Так что имейте в виду, если ваш скринсейвер объявляет, что расшифровал послание от инопланетной цивилизации, не спешите звонить в полицию или президенту Соединенных Штатов. Может быть, это фальшивое послание. Один мой коллега посвятил жизнь поиску разумной жизни в космосе. Я-то скорее ожидал, что он с его докторской степенью по физике станет почтенным профессором и будет читать лекции аспирантам. Но он вместо этого проводит время совершенно иначе. Выпрашивает у богатых пожертвования на институт Сети, вглядывается в потенциальные послания из космоса и ведет радиопередачу. Я однажды поинтересовался, не посмеиваются ли над ним коллеги-ученые, когда он говорит, что слушает инопланетные сигналы из космоса. Теперь уже нет, утверждает он. Новые открытия в астрономии вновь изменили общественное мнение. Мало того, он подставляется и уверенно заявляет, что контакт с инопланетной цивилизацией ждет нас в самом ближайшем будущем. Он даже объявил, что строящаяся в настоящий момент антенная решетка Аллена, сокращенно ATA, включающая 350 антенн, наткнется на сигнал к 2025 году. Не рискованно ли делать такие заявления, спросил я. Что вселяет в него такую уверенность? Один фактор в его пользу – это взрывной рост в последние годы числа радиотелескопов в мире. Правительство США не финансирует проект, но теперь у Института Сети есть надежный источник средств. Им удалось убедить Пола Аллена, миллиардера из Microsoft, пожертвовать более 30 миллионов долларов на начало строительства ATA в Хэт Крик, штат Калифорния, к северу от Сан-Франциско. В настоящее время эта антенная решетка сканирует небо при помощи 42 радиотелескопов, а со временем их число увеличится до 350. Хронический недостаток финансирования подобных научных экспериментов по-прежнему проблема. Чтобы скомпенсировать бюджетные сокращения, проект в Хэт Крик отчасти поддерживается на плаву при помощи военных. Шосток признался мне. Единственное, что слегка его задевает, то, что люди порой путают проект Сети с охотой на летающие тарелки. Первое, утверждает он, основано на прочном фундаменте физики и астрономии, использует последние достижения техники. А второе, наоборот, строит свои теории на откровенных слухах, которые могут иметь, а могут и не иметь в своей основе зерно истины. Проблема в том, что массу сообщений о тарелочках, которые он постоянно получает по электронной почте, как правило, невозможно ни проверить, ни воспроизвести. Он просит каждого, кто утверждает, что был похищен инопланетянами и побывал в летающей тарелке, утащить оттуда что-нибудь, хотя бы ручку или пресс-папье, в качестве доказательства. «Никогда не покидай летающую тарелку с пустыми руками», сказал он мне. Он также считает, что надежных доказательств посещения нашей планеты инопланетянами не существует. Я спросил, не считает ли он, что правительство США намеренно скрывает информацию о встрече с пришельцами, как думают многие сторонники теории заговора. Он ответил, а удалось бы им в реальности так эффективно скрыть подобные события. Не забывай, это тоже правительство, что организует работу нашей почты. Когда я спросил доктора Вертхаймера, почему он так уверен в существовании инопланетной жизни, он ответил, что цифры работают на него. Еще в 1961 году астроном Фрэнк Дрейк попытался оценить число разумных цивилизаций при помощи некоторых правдоподобных предположений. Если начать со 100 миллиардов, числа звезд в галактике, то можно оценить, какая часть из них по характеристикам напоминает Солнце. Далее можно еще уменьшить это число, оценив долю звезд, у которых есть планеты, а затем долю систем, в которых есть землеподобные планеты и так далее. После множества правдоподобных предположений мы получим оценку 10 тысяч развитых цивилизаций в нашей галактике. Кстати, Карл Саган при других предположениях получил миллион. С тех пор ученые сумели оценить число развитых цивилизаций в галактике намного точнее. Так мы точно знаем, что среднее количество планет у звезды больше, чем первоначально предполагал Дрейк, и землеподобных планет тоже больше. Но по-прежнему есть одна проблема. Даже если мы можем точно сказать, сколько в космосе двойников Земли, мы все еще не представляем, на какой их части возникает разумная жизнь. Даже на Земле прошло 4,5 миллиарда лет, прежде чем наконец возникли разумные существа, мы. Жизнь существует на планете как минимум 3,5 миллиардов лет, но только в последние 100 тысяч лет здесь есть разумные существа вроде нас. Так что даже на землеподобной планете, на самой Земле в частности, развитие разумной жизни проходит очень непросто. Если звезд в галактике так много и так много инопланетных цивилизаций, то почему они не посещают Землю? Это так называемый парадокс Ферми, названный в честь нобелевского лауреата Энрика Ферми, который участвовал в создании атомной бомбы. На этот счет выдвинуто множество теорий. С одной стороны, расстояние между звездами, возможно, слишком велики для визитов. Нашим самым мощным химическим ракетам потребовалось бы около 70 тысяч лет, чтобы долететь до ближайших к Земле звезд. Может быть, цивилизация, обогнавшая нас на миллионы лет, решила эту проблему, но есть и другой вариант. Возможно, они погубили себя в ядерной войне. Как сказал однажды Джон Кеннеди, мне жаль, но в шутке о том, что жизни на других планетах нет, потому что их ученые продвинулись дальше наших, слишком много правды. Однако самый логичный, может быть, вариант выглядит так. Представьте, что вы идете по лесной дороге и видите муравейник. Станете ли вы стучаться к муравьям и объявлять «я принес вам кое-какие мелочи», «я принес вам бусы», «я дам вам ядерную энергию», «я создам для вас муравьиный рай», «отведите меня к вашему лидеру». Вероятно, нет. А теперь представьте, что рабочие строят рядом с муравейником восьмиполосную автомагистраль. Поймут ли муравьи, на какой частоте общаются между собой рабочие? Поймут ли они хотя бы, что такое восьмиполосная автомагистраль? Точно так же любая разумная цивилизация, добравшаяся до Земли со звезд, по определению должна обгонять нашу на тысячи, а то и на миллионы лет, и нам, может быть, нечего им предложить. Иными словами, мы слишком много о себе воображаем, если считаем, что инопланетяне полетят за триллионы триллионов километров, чтобы просто встретиться с нами. Нас, скорее всего, просто нет на экранах их радаров. Как ни смешно, разумных форм жизни в галактике может быть великое множество, но мы сами настолько примитивны, что ничего не замечаем. Предположим на мгновение, что момент настал, такое произойдет раньше или позже, и мы вступаем в контакт с инопланетной цивилизацией. Этот момент может стать поворотным в истории человечества. Тогда следующий вопрос, чего мы хотим от этого контакта, и каким может оказаться инопланетное сознание. В кино и научно-фантастических романах инопланетяне часто хотят съесть нас, завоевать нас, вступить с нами в сексуальные отношения, поработить нас или попросту обобрать, то есть вывести с планеты все ценные ресурсы. Но все эти варианты очень маловероятны. Наш первый контакт с инопланетной цивилизацией начнется, скорее всего, не с приземления летающей тарелки на лужайке перед Белым домом. Более вероятно, что какой-нибудь подросток, на компьютере которого работает скринсейвер проекта SETI at Home, объявит, что его комп расшифровал сигналы с телескопа Арисиба в Пуэрто-Рико. Или, может быть, проект SETI в Хэткрик примет сообщение с признаками разумности. Таким образом, наша первая встреча с инопланетянами будет односторонней. Мы сможем подслушать какое-то разумное сообщение, но до отправки ответного, а и тем более до его получения адресата, может пройти не одно десятилетие. Разговоры, которые мы услышим по радио, дадут нам, возможно, ценные сведения об этой инопланетной цивилизации. Но большинство переговоров, скорее всего, будет содержать сплетни, развлечения, музыку и прочее, а не научные сведения. Тогда я задал доктору Шостаку следующий ключевой вопрос. Когда первый контакт состоится, будете ли вы держать его в секрете? В конце концов, известие о нем может вызвать массовую панику, религиозную истерию, хаос и неуправляемое бегство. Я был немного удивлен, когда он ответил «нет, они передадут все данные правительствам и народам мира». Тогда следующие вопросы. Как будут выглядеть инопланетяне? Как они думают? Чтобы получить представление о сознании инопланетного существа, полезно проанализировать другое, чуждое нам сознание, сознание животных. Мы живем рядом с ними на одной планете, но совершенно не представляем, что происходит у них в головах. Понимание сознания животных, в свою очередь, может помочь нам понять сознание инопланетян. Сознание животных Думают ли животные? И если думают, то о чем? Этот вопрос тысячи лет ставил в тупик лучшие умы человечества. Об этом знаменитом вопросе говорили еще греческие мыслители Плутарх и Плиний, другие гиганты философии, но он не решен и поныне. Пес бежит по дороге в поисках хозяина и встречает развилку, где дорога расходится в трех направлениях. Пес сначала бежит налево, обнюхивает там все, затем возвращается, уже зная, что хозяин выбрал не эту дорогу. Затем бежит направо, нюхает и понимает, что хозяина не было и здесь. Но теперь пес уверенно бежит по средней дороге, ничего уже не обнюхивая. Что при этом происходило в сознании пса? Величайшие философы безуспешно размышляли над этим вопросом. Французский философ Мишель де Монтень писал, что пес очевидно решил, что единственный оставшийся вариант верный. Такой вывод показывает, что собаки способны абстрактно мыслить. Но Фома Аквинский в XIII веке высказал противоположное мнение. То, что внешне выглядит как абстрактное мышление, не обязательно является таковым. Нас может обмануть внешнее сходство с разумными рассуждениями, утверждал он. Несколько столетий спустя произошел еще один знаменитый обмен мнениями о сознании животного между Джоном Локом и Джорджем Беркли. «Звери не думают отвлеченно», — однозначно заявил Лок, на что епископ Беркли отозвался. «Если тот факт, что твари не думают отвлеченно сделать отличительным признаком такого рода животных, я боюсь, что очень многие из тех, кто сходит за человека, должны быть причислены к их числу». Во все века философы пытались анализировать этот вопрос одним и тем же способом, прикладывая к собаке мерку человеческого сознания. Это стандартная ошибка антропоморфизма, то есть подхода, при котором считается, что животные думают и ведут себя как люди. Но, может быть, настоящим решением было бы взглянуть на этот вопрос с точки зрения пса, которая, возможно, совершенно чужда нам. Я дал определение, согласно которому животные являются частью континуума сознания. Возможно, они отличаются от нас по тем параметрам, на основе которых строится модель окружающего мира. Доктор Дэвид Иглман говорит, что психологи называют это умвельт – реальность восприятия других. Он отмечает, в слепом и глухом мире клеща важными сигналами являются температура и запах масляной кислоты. Для черной нажителки это электрические поля, для летучей мыши с ее эхолокатором – волны сжатого воздуха. Каждый организм обитает в собственном умвельте и считает, вероятно, что это и есть вся объективная реальность вовне. Представьте себе мозг собаки, которая постоянно живет в вихре всевозможных запахов, при помощи которых она добывает пищу или ищет пару. Из этих запахов собака затем строит мысленную карту всего, что существует вокруг. Эта карта запахов совершенно не похожа на ту, что строим мы при помощи глаз и несет в себе совершенно другой набор информации. А теперь представьте схему собачьего мозга по Пенфилду. Большая часть ее окажется посвященной носу, а не пальцем, как у человека. Вообще у разных животных схемы Пенфилда получится разной, а у инопланетян, вероятно, она будет выглядеть еще более странно. К несчастью, мы склонны приписывать животным человеческое сознание, хотя на самом деле взгляд на мир у них может быть совершенно иным. К примеру, если какой-нибудь пес верно следует за хозяином и подчиняется ему, мы подсознательно полагаем, что собака – лучший друг человека, потому что любит и уважает нас. Но поскольку собака происходит от серого волка, который охотится стаей и привык к ее жесткой структуре и строгой иерархии, более чем вероятно, что собака видит в нас своего рода альфа-самца или вожака стаи. Вы для него в каком-то смысле главный пес. Вероятно, это одна из причин того, что выдрессировать щенка намного проще, чем взрослую собаку. Скорее всего, чье-то присутствие легко отпечатывается в щенячьем мозгу, тогда как более зрелые собаки понимают, что люди не являются членами их стаи. Когда кот входит в незнакомую комнату и тут же спешит описать красивый ковер, мы полагаем, что он зол или нервничает и стараемся понять, что его расстроило. Но кот, возможно, просто метит территорию, чтобы отвадить посторонних котов. Так что кот вовсе не расстроен. Он предупреждает других котов, чтобы те держались подальше от этого дома, поскольку дом принадлежит ему. Если кошка мурлычет и трется о хозяйские ноги, нам кажется, что она благодарна за заботу и такое поведение признак тепла и приязни. На самом деле, она, скорее всего, втирает в вас свои гормоны, заявляя свои права на вас, разумеется, что имеет целью отвадить других кошек. С точки зрения кошки, вы что-то вроде прислуги, обязанность которой несколько раз в день подавать еду, и она, втирая в вас свой запах, предупреждает остальных, что у вас уже есть законная хозяйка. Как писал в 16 веке философ Мишель де Монтень, «Когда я играю со своей кошкой, откуда мне знать, что это не она со мной играет, а я с ней?» Если кошка в какой-то момент уходит и старается остаться одна, это не обязательно признак злости или холодности. Домашняя кошка происходит от дикого кота, а он, в отличие от собаки, одинокий охотник. У кошек нет вожака, альфа-самца, чтобы пускать на него слюни, тогда как собаке это необходимо. А обилие на телевидении передач о всевозможных заклинателях животных говорит, вероятно, о проблемах, с которыми сталкивается человек, пытаясь спроецировать собственное сознание и намерение на животных. Сознание летучей мыши сильно отличается и от человеческого, и от собачьего. В нем доминируют звуки. Летучая мышь почти слепа и нуждается в получении отклика на тоненький писк, который она издает. Эхолокация помогает ей видеть насекомых, препятствия и своих собратьев. Схема ее мозга по Пенфилду выглядела бы очень непривычно для нас. Ее большая часть была бы посвящена ушам. Аналогично сознание дельфинов сильно отличается от человеческого и тоже основано на эхолокации. Фронтальная кора мозга у дельфина меньше, чем у человека, поэтому когда-то считалось, что и интеллект дельфинов ниже человеческого. Но дельфин компенсирует меньшие размеры фронтальной коры за счет большей суммарной массы мозга. Неокортекс дельфиньего мозга в развернутом виде займет шесть журнальных страниц, тогда как неокортекс человека только четыре. Кроме того, у дельфина очень развиты затылочные и височные участки коры. Именно там происходит анализ сигналов эхолокатора в воде. И это одно из немногих животных, способных узнать себя в зеркале. Вероятно, именно поэтому. В дополнение к сказанному заметим, что структура мозга дельфина отличается от человеческой, поскольку предки дельфинов и людей разошлись на пути эволюции около 95 миллионов лет назад. Дельфинам не нужен нос, поэтому обонятельная луковица у них исчезает вскоре после рождения. Но 30 миллионов лет назад у них произошло взрывное увеличение слуховой коры. Именно тогда дельфины научились искать пищу при помощи эхолокации. Их мир, как и мир летучих мышей, заполнен крутящимся эхом и всевозможными колебаниями. По сравнению с человеком, у дельфинов в лимбической системе на одну долю больше. Эта доля получила название паралимбической области и, вероятно, помогает дельфинам налаживать социальные связи. Мало того, у дельфинов есть и разумный язык. Я однажды плавал с дельфинами на съемках телепрограммы и при помощи ультразвукового датчика записывал свисты и щелканье, которыми они разговаривают друг с другом. Запись этих сигналов затем анализировал компьютер. Существует простой способ определить, является ли кажущийся случайным набор звуков разумной речью. К примеру, в английском языке из всех букв чаще всего используется буква И. Более того, можно составить список всех букв алфавита в порядке частоты их употребления. И какую бы книгу на английском языке мы не взяли для анализа, список у нас получится примерно одинаковый. Точно так же с помощью той же компьютерной программы мы можем проанализировать язык дельфинов. И будьте уверены, мы обнаружим те же признаки разумности. Однако при переходе к другим млекопитающим закономерности начинают нарушаться, а у низших животных с маленьким мозгом пропадают вообще, и сигналы становятся почти случайными. Чтобы получить представление о том, на что может походить инопланетный разум, рассмотрим стратегии, которые использует природа для продолжения жизни. Существует две основных репродуктивных стратегии, глубоко повлиявшие на эволюцию и сознание. Первая стратегия используется млекопитающими и состоит в том, чтобы производить на свет небольшое количество отпрысков, а затем тщательно ухаживать за каждым и воспитывать до зрелости. Это рискованная стратегия, поскольку в каждом поколении рождается всего несколько особей. Однако считается, что забота о потомстве помогает нейтрализовать этот недостаток. Это означает, что каждая жизнь драгоценна и о каждой тщательно и долго заботится. Но существует и другая, гораздо более древняя стратегия, которой пользуются многие в растительном и животном царстве, включая насекомых, присмыкающихся и большинство остальных форм земной жизни. Состоит она в том, чтобы производить огромное количество яиц или семян и оставлять их на произвол судьбы. Без родительской заботы большая часть отпрысков даже не появится на свет и тем более не выживет, так что следующее поколение образует несколько самых стойких. Это означает, что родители не вкладывают в следующее поколение никакой энергии, и продолжение рода полностью зависит от статистических законов. Эти две стратегии порождают поразительно разные отношения к жизни и разуму. Первая ценит каждого индивидуума без исключения. Любовь, забота, приязнь и привязанность здесь тоже идут на ура. Понятно, что такая репродуктивная стратегия работает только в том случае, если родители вкладывают в защиту и воспитание молодняка значительное количество драгоценной энергии. Вторая стратегия, напротив, совершенно не ценит отдельную особь, а направлена исключительно на выживание вида или группы в целом. Здесь индивидуальность ничего не значит. Более того, выбор репродуктивной стратегии несет глубокие последствия для эволюции разума. К примеру, два муравья при встрече обмениваются ограниченным количеством информации, пользуясь химическими запахами и жестами. Передаваемая информация минимальна, но при этом муравьи способны создавать сложные системы туннелей и комнат, необходимые для строительства муравейника. Точно так же пчелы, общаясь между собой лишь посредством танца, способны коллективно строить сложные соты и находить далекие цветущие поляны. Получается, что их интеллект исходит не столько от отдельной особи, сколько от холистического взаимодействия всей колонии и от генов. Представьте себе инопланетную цивилизацию, основанную на второй стратегии выживания, что-то вроде разумной расы пчел. В таком обществе рабочая пчела, отправляющаяся каждый день на поиски пыльцы, не имеет особой ценности и легко заменима. Рабочие пчелы вообще не размножаются. Они живут с единственной целью – служить улью и королеве, и ради этого готовы в любой момент пожертвовать собой. Узы, связывающие млекопитающих, для них ничего не значат. Гипотетически это может сказаться на характере космической программы такой расы. Мы ценим жизнь каждого астронавта, и на возвращение их живыми тратятся значительные ресурсы. Большая доля стоимости космических путешествий уходит на систему жизнеобеспечения, чтобы астронавты могли вернуться домой и войти в атмосферу без вреда для себя. Но для цивилизации разумных пчел жизнь отдельного рабочего не слишком ценна, так что космическая программа обошлась бы им значительно дешевле. Ее участникам не нужно было бы возвращаться. Каждое путешествие было бы дорогой в один конец, и это означало бы немалую экономию. А теперь представьте, что мы встречаем инопланетного пришельца, который на самом деле представляет собой что-то вроде рабочей пчелы. В обычных условиях, если вы встретите где-нибудь в лесу пчелу, она, скорее всего, просто не обратит на вас внимания, если, конечно, вы не будете угрожать ей самой или улью. Мы для нее практически не существуем. Точно так же и пчеле-пришельцу, скорее всего, ни к чему будет налаживать связь с нами и, к примеру, делиться знаниями. Он будет выполнять свою главную задачу, не обращая на вас внимания. Более того, наши ценности будут ему непонятны. Когда-то давно, в 1970-е годы, на межпланетных зондах Пионер-10 и Пионер-11 в космос отправились две таблички с информацией о нашем мире и обществе. В них превозносилось разнообразие и богатство жизни на Земле. В те годы ученые полагали, что инопланетные цивилизации должны быть похожи на нашу, любопытны и заинтересованы ВКонтакте. Но попав на глаза инопланетной рабочей пчеле, такая пластинка, скорее всего, не вызвала бы никакого интереса и ничего не сказала собрату по разуму. Мало того, каждый рабочий в такой цивилизации не обязан быть слишком умным. Ума у него должно хватить на службу улью и не более того. Так что, если бы нам захотелось отправить послание на планету разумных пчел, наш адресат, даже получив послание, вряд ли стал бы на него отвечать. Но даже если нам удалось бы наладить контакт с такой цивилизацией, общение с ней оказалось бы непростым делом. Общаясь друг с другом, мы разбиваем мысли на фразы и придаем им структуру субъект действия, чтобы составить из этих фраз связанный рассказ, чаще всего о себе. Большинство наших фраз построены по принципу «я сделал то-то» или «они сделали то-то». Большая часть нашей литературы и разговоров строится на сюжете, часто связанном с переживаниями или приключениями нас самих или наших ролевых моделей. Это предполагает, что для нас главный способ подачи информации «наш личный опыт». Однако цивилизация, основанная на расе разумных пчел, может не испытывать ни малейшего интереса к личным историям и переживаниям. У этих в высшей степени коллективных существ может просто не быть личных сообщений, только факты, только жизненно важная информация, необходимая улью, а не личные мелочи и сплетни, способные повысить социальное положение индивидуума. Более того, наши разговоры, личные впечатления и мнения могут показаться им отталкивающими, поскольку в них завышается роль индивида, а его интерес оставится выше интересов коллектива. А еще у рабочей пчелы может оказаться совершенно отличной от нашего чувства времени. Поскольку рабочие пчелы существа не особо ценные, то и жить долго им незачем. Может быть, поэтому они берутся только за короткие и строго определенные проекты. Человек живет намного дольше, но и в его действиях присутствует скрытая временная мотивация. Мы выбираем те проекты и занятия, результаты которых разумно ожидать до конца нашей жизни. Мы подсознательно задаем ритм работы и отношений с другими людьми и даже выбираем цели с учетом конечности собственной жизни. Иными словами, мы проживаем свою жизнь этапами. Холостая жизнь, брак, воспитание детей и, наконец, заслуженный отдых. Сами того не сознавая, мы всегда помним, что будем жить и в конце концов умрем в пределах конечного промежутка времени. Но представьте себе существ, которые живут тысячи лет, а может быть вообще бессмертны. Их приоритеты, цели и амбиции будут совершенно иными. Они могут браться за проекты, на которые ушел бы не один десяток человеческих жизней. Мы часто относим межзвездные путешествия к категории научной фантастики только потому, что, как мы уже видели, полет традиционной ракеты до ближайших звезд займет примерно 70 тысяч лет. Для нас это слишком долго и неприемлемо. Но для инопланетной формы жизни это время может оказаться несущественным. Возможно, они умеют ложиться в спячку, замедлять обмен веществ или просто живут неопределенно долго. Как они выглядят? Первые переводы инопланетных посланий, вероятно, дадут нам некоторое представление о культуре и образе жизни цивилизации, с которой мы столкнулись. К примеру, весьма вероятно, что разумная раса развелась на основе хищного вида и потому до сих пор обладает некоторыми характеристиками хищников. В среднем хищники на земле умнее своих жертв. Такие охотники, как тигры, львы, кошки и собаки пользуются своим интеллектом, чтобы подстеречь, напасть и спрятаться. Для любого из этих действий нужен интеллект. У всех наших хищников глаза расположены спереди, обеспечивая стереозрение при фокусировке. Добыча, у которой глаза располагаются по бокам головы для лучшего обзора, может только убегать. Именно поэтому мы говорим «хитрый как лис и глупый как кролик». Возможно, инопланетные разумные существа переросли многие хищные инстинкты своих далеких предков, но, скорее всего, в них до сих пор отчасти присутствует сознание хищника, территориальность, экспансия, насилие при необходимости и тому подобное. Если рассмотреть повнимательнее человеческую расу, можно увидеть, что наша сегодняшняя разумность подготовлена по крайней мере тремя основными факторами. Первое – отстоящий большой палец, позволяющий пользоваться орудиями и изменять с их помощью окружающую среду. Второе – стереозрение, трехмерные глаза охотника. И третье – язык, позволяющий нам накапливать знания, культуру и мудрость от поколения к поколению. Если сравнить эти три черты с характеристиками, которые мы находим в животном царстве, можно увидеть, что под такие критерии потенциальной разумности подходит очень мало животных. Собаки и кошки, к примеру, не умеют хватать и не имеют сложного языка. У осьминогов есть сложно устроенные щупальца, но они плохо видят и не имеют разработанного языка. Конечно, возможны варианты всех трех этих критериев. Так, вместо отстоящего большого пальца, у инопланетных существ могут быть клешни или щупальца. Единственное условие – они должны иметь возможность изменять окружающий мир при помощи орудий, созданных этими конечностями. Вместо двух глаз у них может быть больше, как у насекомых, или вместо глаз у них могут быть сенсоры, улавливающий звук или ультрафиолет, а невидимый свет. Тем не менее, вероятно, у них будут стереоглаза охотника, поскольку интеллектом хищник обычно превосходит свою жертву. А вместо языка, основанного на звуках, у них может оказаться система коммуникации на каком-нибудь другом виде колебаний. Единственное требование – они должны уметь обмениваться информацией и в конце концов создать культуру, которая переживет много поколений. А в остальном может быть что угодно. Еще один момент. Сознание представителей инопланетной цивилизации вероятно будет определяться средой их обитания. Сегодня астрономы понимают, что самые многочисленные зоны возможной жизни во Вселенной это неземлеподобные планеты, где существа могут купаться в теплом свете звезды, а ледяные спутники планет-гигантов вроде Юпитера, которые отделяют от звезды миллиарды километров. Ученые убеждены, что на Европе, луне Юпитера, под ледяной коркой скрывается жидкий океан, разогреваемый приливными силами. Поскольку Европа, обращаясь вокруг Юпитера, вращается, то гравитационное поле планета-гиганта стискивает ее в разных направлениях, что вызывает в глубинах планетоида сильное трение. Выделяется тепло, образуются вулканы и горячие донные источники. Лед плавится, образуя жидкий океан. По мнению ученых, океаны на Европе достаточно глубокие, а их объем во много раз превосходит объем земных океанов. А поскольку планеты-гиганты есть у половины всех звезд на небе, их примерно в сто раз больше, чем землеподобных планет, то из самой распространенной формы жизни во Вселенной могут оказаться обитатели ледяных лун, газовых гигантов, похожих на Юпитер. Поэтому первая встреченная нами инопланетная цивилизация скорее всего будет иметь водное происхождение. Вероятно, кроме того, они в какой-то момент вышли из океана и научились жить на суше, на ледяной поверхности своей Луны. Причин тому несколько. Во-первых, любой вид, постоянно живущий под водой, будет иметь очень ограниченные представления о Вселенной. Если они будут считать, что Вселенная это лишь океан под ледяной коркой, у них никогда не появится ни астрономия, ни космическая программа. Во-вторых, вода закорачивает электрические контакты, так что, оставшись под водой, они никогда не придумают радио и телевидение. Чтобы развиваться, цивилизация должна овладеть электроникой, что невозможно в океане. Так что инопланетяне, как и мы когда-то, скорее всего нашли способ выйти из воды и выжить на суше. Но что произойдет, если такая цивилизация разовьется до космического уровня и придумает способ добраться до Земли? Будет ли это по-прежнему цивилизация биологических организмов или постбиологическая цивилизация? Постбиологическая эра Есть человек, который посвятил размышлениям об этих вопросах немало времени. Это доктор Пол Дэвис из университета штата Аризона. Для того, чтобы представить себе, какой может быть цивилизация, обогнавшая нас в развитии на тысячи или даже больше лет, нам придется расширять горизонты собственного мировоззрения. Учитывая опасности космических путешествий, считает он, выяснится, что эти существа давно отказались от своей биологической формы и представляют собой что-то вроде того самого бестелесного сознания. Доктор Дэвис пишет, «Мой вывод поразителен. Я считаю весьма вероятным и по существу даже неизбежным, что биологический разум окажется всего лишь приходящим явлением, коротким этапом эволюции разума во Вселенной. Если мы когда-нибудь встретимся с внеземным разумом, я считаю, что он с ошеломляющей вероятностью окажется постбиологическим по своей природе». Этот вывод имеет очевидные и далеко идущие последствия для проекта СЭТИ. Если инопланетяне обогнали нас на тысячи лет, то они вполне возможно давным-давно отказались от своих биологических тел и создали самое совершенное вычислительное тело, планету, вся поверхность которой покрыта компьютерами. Доктор Дэвис говорит, «Нетрудно представить, как вся поверхность планеты покрывается единой интегрированной вычислительной системой». Рэй Брэдбери предложил для таких потрясающих систем термин «мозг-матрешка». Если верить доктору Дэвису, инопланетное сознание может утратить концепцию «я» или «самости» и войти в своего рода коллективную всемирную паутину разумов, которая покроет всю поверхность планеты. Доктор Дэвис добавляет, «Мощная компьютерная сеть без ощущения самости имела бы громадные преимущества перед человеческим разумом, поскольку могла бы перепрограммировать себя, бесстрашно меняться, сливаться с целыми системами и расти. Личностное чувство в ней откровенно тормозило бы прогресс». Так что он считает, что во имя эффективности и вычислительной мощности представители этой продвинутой цивилизации откажутся от собственной идентичности и потеряются в коллективном сознании. Кстати, художественное развитие подобных идей можно найти в романе Артура Кларка «Конец детства». Доктор Дэвис признает, что критикам эта концепция может показаться отталкивающей. На первый взгляд этот чуждый нам вид жертвует индивидуальностью и креативностью ради пользы коллектива или улья. Такой исход не является неизбежным, предостерегает он, но это самый эффективный путь для цивилизации. Кроме того, доктор Дэвис выдвинул гипотезу, которую и сам считает нерадующей. Когда я спросил его, почему эти цивилизации не посещают нас, он дал странный ответ. Он сказал, что любая настолько продвинутая цивилизация наверняка создала виртуальные реальности, которые намного интереснее и увлекательнее реальности настоящей. Сегодняшняя наша виртуальная реальность детская игрушка по сравнению с виртуальной реальностью цивилизации, обогнавшей нас в развитии на тысячи лет. Это означает, что их лучшие умы могли предпочесть реальности воображаемую жизнь в различных виртуальных мирах. Такая мысль обескураживает, признается он. Но и этот вариант тоже возможен. Более того, не стоит забывать о нем при разработке новых, более совершенных видов виртуальной реальности. В фильме «Матрица» машины захватывают власть и помещают людей в капсулы, используя их как источники энергии для себя. Именно поэтому они сохраняют людям жизнь. Но поскольку одна единственная электростанция производит больше энергии, чем тела миллионов людей, любой инопланетянин, занятый поисками источников энергии, сразу понял бы, что в людях-батарейках нет необходимости. Кажется, вожди машины в «Матрице» этого не понимают, но инопланетяне, будем надеяться, разберутся. Еще один вариант состоит в том, что они нами питаются. В одном из эпизодов «Сумеречной зоны» пришельцы высаживаются на Земле и обещают нам все прелести своих продвинутых технологий. Они даже приглашают добровольцев посетить их прекрасную родную планету. Улетая, они случайно оставляют на Земле книгу под названием «Человек». Ученые лихорадочно пытаются расшифровать инопланетный язык, чтобы узнать поскорее, какими же чудесами собираются поделиться с нами добрые пришельцы. Вместо этого выясняется, что книга на самом деле поваренная. Правда, поскольку мы построены, вероятно, из совершенно разных белков и ДНК, их пищеварительному тракту затруднительно будет переварить нас. Еще одна гипотеза состоит в том, что инопланетяне захотят ограбить Землю, захватив все местные ресурсы и ценные минералы. В этом может быть доля правды. Но если эта цивилизация достаточно продвинута, чтобы без труда прилететь сюда со звезд, они смогут с тем же успехом найти для себя сколько угодно необитаемых планет и не думать о беспокойных туземцах. С их точки зрения глупо колонизировать обитаемую планету, если есть более простые варианты. Итак, если инопланетяне не хотят сделать нас рабами или поживиться нашими ресурсами, то какую опасность для нас они представляют? Вообразите себе оленя в лесу. Кого ему следует больше бояться, охотника с ружьем или вежливого строителя, вооруженного чертежами? Конечно, охотник может испугать и даже убить оленя, но реально он угрожает всего нескольким особям. Строитель намного опаснее, потому что оленей он просто не замечает, ему до них нет никакого дела. Он занимается своей работой, превращает лес в пространство, пригодное для использования. Ввиду этого зададимся вопросом, как на самом деле может выглядеть инопланетное вторжение? В голливудских фильмах есть одна вопиющая ошибка. Инопланетяне там обогнали человечество всего лет на сто, так что мы, как правило, можем отразить их нападение, разработав секретное оружие или воспользовавшись какой-то очевидной слабостью их защиты, как в фильме «Земля против летающих тарелок». Но на деле, как сказал мне как-то директор проекта Сети, доктор Сет Шостак, сражение землян с продвинутой инопланетной цивилизацией будет напоминать сражение Бэмби с Годзиллой. Действительно, может оказаться, что по оружию инопланетяне обогнали нас на тысячи или даже миллионы лет. Так что, скорее всего, мы мало что сможем сделать для своей защиты. Правда, мы могли бы поучиться у варваров, погубивших когда-то Римскую империю, величайшую военную империю своего времени. Римляне были искусными инженерами и умели создавать оружие, способное полностью уничтожать варварские деревни, а также строить дороги для снабжения отдаленных военных форпостов огромной империи. Варвары были вчерашними кочевниками, и в сражении против отлаженной машины римской армии шансов на победу практически не имели. Но история свидетельствует, что ткань постоянно расширявшейся империи слишком истончилась, появилось слишком много врагов, с которыми нужно сражаться, и договоров, которые нужно выполнять. А экономики для поддержания всего этого катастрофически не хватало, особенно с учетом постепенного падения численности населения. Более того, империи, которой всегда не хватало рекрутов, пришлось брать в армию молодых варваров и даже продвигать их на командирские должности. Естественно, передовые технологии империи начали просачиваться и к варварам. Со временем те и сами овладели военным искусством, которое в свое время сыграло решающую роль в их покорении. В конце своего существования империя, ослабленная дворцовыми интригами, серьезными неурожаями, гражданскими войнами и нехваткой войск, оказалась лицом к лицу с варварами, которые уже знали, как остановить римскую армию. Разграбление Рима в 410 и 455 годах стало прологом к окончательному падению империи в 476 году нашей эры. Можно предположить, что и с инопланетянами дело обернется примерно так же, поначалу земляне не будут представлять для инопланетного вторжения практически никакой опасности, но со временем, когда нам удастся изучить слабые места вражеской армии, систему ее снабжения, командные центры и самое главное оружие, ситуация изменится. Чтобы контролировать местное население, пришельцам придется набирать коллаборационистов и продвигать их на руководящие посты. В результате передовые технологии мало-помалу начнут просачиваться к землянам. Затем собранная с миру по нитке армия землян сможет предпринять контратаку. В восточной военной стратегии, к примеру, в классическом трактате Суньцзы «Искусство войны» описан способ нанести поражение даже сильнейшей армии. Сначала нужно пустить ее на свои земли, а затем, когда она окажется в незнакомой местности и войска распределятся по большой площади, ударить в самое слабое место. Еще один вариант использовать силу вражеской армии против нее самой. Главный принцип дзюдо использовать энергию нападающего в собственных целях. Вы позволяете противнику напасть, а затем ставите подножку или уводите в сторону, пользуясь его собственной массой и энергией. Чем крупнее враг, тем тяжелее ему падать. Точно так же при борьбе с сильнейшей инопланетной армией единственный шанс победить состоит в том, чтобы впустить врага на свою землю, изучить его оружие и военные тайны, а затем использовать и оружие, и тайны против него самого. Итак, мощную инопланетную армию не удастся отразить сразу. Но она уйдет сама, если победить сразу не удастся, а затяжной конфликт будет слишком дорого стоить. Успех состоит в том, чтобы лишить врага шанса на победу. Но мне кажется, инопланетяне будут доброжелательны и по большей части не будут обращать на нас внимания. Нам просто нечего им предложить. Если они посетят нас, то в основном из любопытства или с целью разведки. Поскольку любопытство сыграло принципиально важную роль в нашем пути к разумности, то и пришельцы скорее всего будут любопытны и потому захотят исследовать нас. Это не означает, что они обязательно будут стремиться к контакту. Что бы нам ни показывали в кино, мы, вероятно, не встретимся с инопланетными существами непосредственно, воплоти. Для них это было бы попросту слишком опасно, да и ни к чему. Если мы сами направили на исследование Марса марсоходы, то инопланетяне скорее всего направят на Землю вместо себя органические или механические суррогаты или аватары, которые лучше перенесут тяготы межзвездного перелета. Так что пришельцы, которых мы встретим на лужайке у Белого дома, могут оказаться совершенно непохожими на своих создателей, оставшихся на родной планете. А хозяева будут проецировать на них свое сознание через космос при помощи промежуточных станций. Но еще более вероятно, что они направят роботизированные зонды на нашу Луну, поскольку она геологически стабильна и не подвержена эрозии. Эти зонды будут самовоспроизводящимися. Они построят завод и произведут, скажем, тысячу копий самих себя. Такие зонды называют зондами Фон Неймана в честь математика Джона Фон Неймана, заложившего основы теории цифровых компьютеров. Фон Нейман первым из математиков всерьез рассмотрел задачу создания машин способных воспроизвести самих себя. Зонды второго поколения затем отправятся в другие звездные системы, где каждый из них в свою очередь построит тысячу зондов третьего поколения. Всего зондов будет уже миллион. Новые зонды вновь разлетятся во всех направлениях и построят свои заводы, доведя общее число зондов до миллиарда. Началось все с одного зонда, затем мы получили тысячу, миллион, миллиард. Через пять поколений у нас будет квадриллион зондов. Очень скоро возникнет гигантская сфера, расширяющаяся с околосветовой скоростью и состоящая из триллионов триллионов роботов. Таким образом, можно за несколько сотен тысяч лет колонизировать всю галактику. Доктор Дэвис относится к идее самокопирующихся зондов Фон Неймана настолько серьезно, что уже запросил финансирование на новый проект исследование поверхности Луны для поиска следов инопланетных посещений. Он хочет просканировать поверхность Луны на предмет радиоизлучений или радиационных аномалий, которые могли бы свидетельствовать о визитах инопланетян, имевших место, возможно, миллионы лет назад. Вместе с доктором Робертом Вагнером он написал статью, в ней ученые призвали тщательнейшим образом изучить фотографии с американского спутника вплоть до разрешения в пять десятых метра. Ученые пишут, вероятность того, что инопланетные технологии оставили на Луне следы в виде артефактов или модификации деталей лунного рельефа крайне мала. Но все же Луна, как место поиска, хороша уже тем, что находится рядом. Кроме того, следы инопланетных технологий на ней сохранились бы надолго. На Луне нет эрозии, поэтому следы инопланетян были бы видны до сих пор, точно так же, как следы американских астронавтов, оставленные в 1970-е годы, могут в принципе сохраняться миллиарды лет. Одна из проблем, однако, состоит в том, что зонд фон Неймана может быть очень небольшим. Нано-зонды, в которых используются молекулярные машины и микроэлектромеханические устройства, по размеру могут быть не больше, а то и меньше хлебной буханки, сказал мне Дэвис. Если такой зонд приземлился бы на Земле в чем-нибудь дворе, то хозяин мог бы его даже не заметить. Тем не менее, этот метод, использование экспоненциально растущего числа самокопирующихся зондов фон Неймана, представляет собой самый эффективный способ колонизации галактики. Кстати говоря, именно таким образом вирус поражает наш организм. Начинается все с горстки вирусов. Каждая из них захватывает клетку, запускает механизм репродукции, превращает клетку в завод по производству новых вирусов. За две недели один вирус может поразить триллионы клеток, и мы начнем чихать. Если сценарий угадан верно, то Луна наиболее подходящее место для инопланетного визита. Именно такой вариант лег в основу фильма 2001 «Космическая Одиссея», который даже сегодня представляет самый вероятный сценарий встречи с внеземной цивилизацией. В фильме зонд был оставлен на Луне миллионы лет назад в основном для наблюдения за эволюцией жизни на Земле. Время от времени он вмешивался в ход эволюции и придавал ей дополнительный импульс. Затем информация зонда передавалась в систему Юпитера на промежуточную станцию, затем на родную планету этой древней цивилизации. Понятно, что с точки зрения той продвинутой цивилизации, способной одновременно следить за миллиардами звездных систем, выбор планетных систем для колонизации достаточно велик. Учитывая громадность галактики, они могут собрать данные из множества систем, а затем спокойно выбрать, на каких планетах и лунах лучше всего добывать ресурсы. Может быть, Земля им не понравится. В феврале 2011 года произошло историческое событие. Компьютер фирмы IBM по имени Ватсон сделал то, что многие критики считали невозможным. Победил двух соперников людей в телевикторине. В России аналог этой игры называется «Своя игра». Миллионы зрителей, прильнув к экранам с удивлением, наблюдали за тем, как Ватсон методично уничтожал своих оппонентов на национальном телевидении. Компьютер отвечал на вопросы, ставившие в тупик соперников и в конце концов получил право требовать приз в миллион долларов. IBM постаралась снять все ограничения и собрать машину поистине монументальной вычислительной мощности. Ватсон способен обрабатывать данные с ошеломляющей скоростью 500 гигабайт в секунду, что эквивалентно миллиону книг в секунду и располагает 16 терабайтами оперативной памяти. Кроме того, в его памяти хранится 200 миллионов страниц всевозможных справочных материалов, включая весь объем знаний Википедии. Таким образом, в прямом эфире Ватсон имел возможность анализировать всю эту гору информации. Ватсон представляет собой всего лишь последнее поколение экспертных систем, компьютерных программ, использующих формальную логику для доступа к громадным объемам специализированной информации. Подключаясь по телефону к автомату, который представляет вам меню для выбора опций, вы имеете дело с примитивной экспертной системой. Разумеется, экспертные системы будут развиваться и дальше, делая нашу жизнь более удобной и эффективной. Так, в настоящее время инженеры работают над созданием рободоктора, который будет появляться на экране наручных часов или на большом настенном экране и почти бесплатно давать медицинские советы с точностью 99%. Вы расскажете ему о своих симптомах, а он проведет поиск по базам данных ведущих мировых медицинских центров и соберет последнюю научную информацию. Это позволит избежать лишних визитов к врачу и дорогостоящих ложных тревог. Регулярные беседы с врачом уже не будут требовать никаких усилий. Со временем у нас возможно появятся робо-юристы, способные ответить на любой рутинный законоведческий вопрос, или робо-секретари, которым не составит труда организовать для вас отпуск, путешествие или деловой обед. Разумеется, для специализированной помощи и профессионального совета вам в любом случае потребуется живой юрист, врач или секретарь, но для ответов на повседневные вопросы подобных программ будет достаточно. Кроме того, ученые создали так называемые чататы, способные имитировать обычный разговор. Средний человек, как правило, знает десятки тысяч слов. Чтение газет требует знания около двух тысяч слов или более, но разговор ни о чем, как правило, ведется с использованием всего лишь нескольких сотен слов. Роботов можно запрограммировать на ведение беседы с таким ограниченным словарным запасом, если, конечно, разговор будет ограничен несколькими строго определенными темами. Любимая страшилка СМИ — роботы идут. Вскоре после того, как Ватсон выиграл состязание, некоторые горе-эксперты уже ломали руки, заранее оплакивая тот страшный день, когда машины возьмут над нами верх. Кен Дженнингс, один из игроков, уступивших первенство компьютеру, заметил в разговоре с представителем прессы, «Я, к примеру, приветствую наших новых компьютерных владык». Эксперты задавались вопросом, если Ватсон смог победить в очном состязании опытных и закаленных участников шоу, то какие шансы устоять перед машинами, имеем мы, простые смертные? Дженнингс наполовину в шутку сказал, «Брэд, второй участник шоу и я, стали первыми работниками индустрии знаний, которые лишились работы по милости нового поколения думающих машин». Комментаторы, однако, забыли упомянуть, что человек не может подойти к компьютеру и поздравить его с победой. Невозможно похлопать его по спине или выпить с ним шампанского, он не поймет, что это значит. Более того, Ватсон вообще не подозревает, что выиграл. Если отбросить фантазии падких на сенсацию журналистов, получится, что Ватсон это сложнейшая счетная машина, способная проводить вычислительные операции или поиск данных в миллиарды раз быстрее, чем человеческий мозг, машина, у которой полностью отсутствует самосознание и здравый смысл. С одной стороны, в области искусственного интеллекта достигнут поразительный вычислительной мощности. Человек, живший в начале 20 века, посмотрев на сегодняшние компьютерные вычисления, счел бы машины чудом. Но с другой стороны, если говорить о создании машин, способных думать самостоятельно, то есть настоящих мыслящих автоматов, для которых не нужен ни кукловод, ни оператор с джойстиком или пультом дистанционного управления. В этом прогресс невелик. Роботы пока еще не имеют представления о том, что они роботы. В соответствии закона Мура вычислительные мощности компьютеров в последние 50 лет удваиваются каждые два года. Поэтому кое-кто считает, что это лишь дело времени и что когда-нибудь машины обретут самосознание, способное соперничать с человеческим. Никто не знает, когда именно это произойдет, но человечество должно быть готово к тому моменту, когда машинное сознание покинет пределы лабораторий и выйдет в мир. От того, как мы поступим с машинным сознанием, будет зависеть возможно будущее рода человеческого. Трудно предсказать будущее искусственного интеллекта, поскольку он пережил уже три цикла взлетов и падений. В самом начале, в 1950-е годы казалось, что механические горничные и бармены вот-вот появятся. Создавались машины, способные играть в шашки и решать алгебраические задачи. Разрабатывались манипуляторы, которые могли распознавать и поднимать кирпичики. В Стэнфордском университете был построен робот по имени Шейки. Компьютер на колесной тележке с камерой, способный самостоятельно ездить по комнате, объезжая препятствия. Очень скоро в научных журналах появились восторженные статьи, предрекающие появление роботов-компаньонов. Некоторые предсказания оказались даже чересчур консервативными. Так, в 1949-м году журнал «Популярная механика» объявил, что в будущем компьютеры будут весить и заявляли, что день роботов близится. Шейки когда-нибудь станет механической горничной или дворецким, он будет пылесосить ковры и открывать двери. Такие фильмы, как «2001. Космическая Одиссея» убеждали нас в том, что очень скоро роботы будут везти наши ракетные корабли к Юпитеру и болтать с астронавтами. В 1965-м году доктор Герберт Саймон, один из основателей теории искусственного интеллекта, уверенно заявил, «Через 20 лет машины смогут делать все то же, что делает человек». Двумя годами позже еще один отец-основатель искусственного интеллекта, доктор Марвин Мински, сказал, что на протяжении жизни этого поколения проблема создания искусственного разума будет в основном решена. Но в 70-е весь этот безграничный оптимизм рухнул. Шашечные компьютеры умели только играть в шашки и больше ничего. Механические руки могли поднимать кирпичики и только. Это были цирковые лошадки, обученные одному трюку. У самых продвинутых роботов на пересечении комнаты уходили часы. В незнакомой обстановке Шейки легко терялся, и ученым не удалось ни на шаг приблизиться к пониманию природы сознания. В 1974 году искусственный интеллект перенес тяжелый удар. Правительство США и Британии значительно сократили финансирование исследований в этой области. В 80-е годы, по мере того, как росли вычислительные мощности компьютеров, в области искусственного интеллекта возникла новая золотая лихорадка. Подпитывалась она тем, что составители планов Пентагона надеялись создать роботов-солдат и выставить их на поле боя. В 1985 году финансирование разработок в области искусственного интеллекта достигло миллиарда долларов в год, причем сотни миллионов долларов тратились на проекты вроде смарт-трак, где речь шла о создании умных автономных тележек, способных проникать в тыл противника, самостоятельно проводить разведку, выполнять задания, к примеру, выручать пленных, а затем возвращаться на свою территорию. К несчастью, единственное, что они научились хорошо делать, это теряться. Откровенные неудачи подобных дорогостоящих проектов вызвали в 90-е годы еще одну волну охлаждения к искусственному интеллекту. Пол Абрахамс, вспоминая годы учебы в МТИ, сказал, это было так, будто группа людей предложила построить башню до Луны. Каждый раз они с гордостью указывают, насколько выше стала их башня по сравнению с прошлым годом. Единственная проблема в том, что Луна-то не становится ближе. Но компьютерные мощности продолжают неуклонно расти, и сегодня можно сказать, что начался ренессанс искусственного интеллекта. Наблюдается медленное, но реальное движение вперед. В 1997 году компьютер Deep Blue фирмы IBM выиграл в шахматы у чемпиона мира Гарри Каспарова. В 2005 году роботизированные автомобили Стэнфорда взял приз DARPA Grand Challenge для машины без водителя. Впереди новые достижения. Остается вопрос, будет ли третий раз счастливым? Сегодня ученые понимают, что сильно недооценили проблему, потому что большая часть человеческого мышления проходит на подсознательном уровне. Сознательные мысли лишь крохотная часть работы мозга. Доктор Стив Пинкер говорит, я готов хорошо заплатить за робота, который убирал бы со стола посуду или выполнял простые поручения. Но не могу этого сделать, потому что мелкие задачи, которые необходимо решить для создания такого робота, такие как распознавание образов, здравые рассуждения и управление руками и ногами представляют собой нерешенные инженерные задачи. Голливудские фильмы уверяют нас, что ужасные терминаторы уже за углом, но задача создания искусственного разума намного сложнее, чем считалось ранее. Я однажды спросил доктора Мински, когда машины сравняются с нами по интеллекту, а может быть и превзойдут нас. Он уверенно ответил, это обязательно произойдет, но предсказания о датах он больше не делает. Учитывая бурную историю искусственного интеллекта, это, наверное, самый разумный подход. Мы можем описать его будущее, не называя конкретных дат. Перед разработчиками искусственного интеллекта стоит как минимум две фундаментальные проблемы – распознавание образов и здравый смысл. Наши лучшие роботы с трудом распознают простые объекты, такие как чашка или мяч. Если вывести робота на незнакомую оживленную улицу, он быстро потеряет ориентацию и заблудится. Глаз робота лучше различает детали, чем глаз человека, но мозг робота не в состоянии понять, что он видит. Поэтому распознавание образов по существу узнавания объектов прогрессирует намного медленнее, чем ожидалось. Входя в комнату, робот должен провести триллионы действий, разбивая видимые объекты на точки, линии, круги, квадраты и треугольники и пытаясь совместить их с одним из тысяч хранящихся в памяти изображений. Так, роботы видят стул как винегрет из точек и линий, но не могут с легкостью определить его сущность как стула. Даже если робот может успешно совместить объект с изображением из базы данных, достаточно будет стул повернуть, скажем, уронить его на пол или изменить перспективу, посмотреть на стул под другим углом, чтобы поставить робота в тупик. Ну а мозг человека автоматически проводят триллионы операций, а нам кажется, что процесс не требует усилий. А еще у роботов проблемы со здравым смыслом, они не знают простейших фактов о физическом и биологическом мире. Не существует уравнения, которое могло бы подтвердить такие самоочевидные для нас людей утверждения, как сырая погода неприятна или мать всегда старше дочери. В переводе подобной информации на язык математической логики уже достигнут некоторый прогресс, но дело в том, что для изложения здравого смысла даже четырехлетнего ребенка потребовались бы сотни миллионов строк компьютерного кода. Как сказал однажды Вольтер, обыкновенный здравый смысл не так уж обыкновенен. К примеру, один из самых продвинутых роботов по имени Осима создан в Японии, где производится 30% всех промышленных роботов мира, корпорации Хонда. Этот чудесный робот, ростом с маленького мальчика, умеет ходить, бегать, подниматься по лестнице, и танцевать. Намного лучше меня, кстати говоря. Я несколько раз общался с Осима на телевидении и был приятно поражен его способностями. Однако мне довелось лично встретиться с создателями Осима, и я задал им ключевой вопрос, насколько умен этот робот по сравнению, скажем, с животным. Они признались мне, что речь может идти разве что об интеллекте жука. Хождение и разговоры это в основном фокусы для прессы. Проблема в том, что Осима представляет собой по существу большой магнитофон. У него очень скромный набор по-настоящему автономных функций. Почти каждый звук и каждое движение приходится тщательно программировать заранее. Так нам потребовалось около трех часов, чтобы записать короткий ролик о том, как я общаюсь с Осима, потому что каждый жест и каждое движение программировала целая команда помощников. Если мы рассмотрим все это вместе с нашим определением человеческого сознания, то получится, что нынешние роботы застряли на очень примитивном уровне. Они все еще пытаются разобраться в физическом и социальном мире и овладеть базовыми фактами. Как следствие, роботы еще не дошли до стадии, на которой смогут моделировать будущее. К примеру, если вы хотите попросить робота спланировать ограбление банка, вы при этом считаете, что он знает основные факты о банках, хотя бы то, где именно в банке хранятся деньги, знает, какого рода там стоит охранная система и как полиция и зеваки будут реагировать на ситуацию. Кое-что из этого можно запрограммировать, но существуют сотни нюансов, которые человеческий мозг естественным образом понимает, а роботы пока не понимают вовсе. Роботы прекрасно справляются с моделированием будущего в одном единственном случае. Если речь идет об одной, строго определенной области, такой как игра в шахматы, моделирование погоды или столкновение галактик. Поскольку правила шахмат и законы тяготения известны уже не одно столетие, успешное моделирование шахматной партии или солнечной системы зависит только от вычислительной мощности и времени. Делались попытки преодолеть этот уровень при помощи грубой силы. Так разработана программа под названием СИС, цель которой решение задач на здравый смысл. СИС включала миллионы строк компьютерного кода с полным набором информации о здравом смысле и знании, необходимых для понимания окружающего мира. Особенных успехов авторам программы достичь не удалось. Хотя СИС может обрабатывать сотни тысяч фактов и миллионы утверждений, она не в состоянии воспроизвести уровень интеллекта четырехлетнего ребенка. К несчастью, после нескольких оптимистических пресс-релизов работы над проектом практически остановились. Многие программисты ушли из проекта, все сроки миновали, но проект по-прежнему жив и действует. Является ли мозг компьютером? Где же мы ошиблись? Последние 50 лет ученые, работающие над проблемой искусственного интеллекта, пытались моделировать мозг при помощи аналогии с цифровыми компьютерами. Но может быть это слишком сильное упрощение? Как сказал однажды Джозеф Кэмпбелл, компьютеры похожи на ветхозаветных богов, куча правил и никакого милосердия. Если убрать из процессора Pentium хотя бы один транзистор, компьютер немедленно встанет, а человеческий мозг способен неплохо работать, даже если от него останется половина. Дело в том, что мозг это не цифровой компьютер, а сложнейшая нейронная сеть. В отличие от цифрового компьютера, архитектура которого постоянно и не меняется, вход, выход и процессор, нейронная сеть представляет собой набор нейронов, которые постоянно меняют конфигурацию и усиливаются после выполнения каждой новой задачи. У мозга нет ни программы, ни операционной системы, ни центрального процессора. Вместо этого его нейронные сети многократно запараллелены и при выполнении единственного дела, усвоения информации, срабатывают одновременно сто миллиардов нейронов. В свете всего этого исследователи искусственного интеллекта начинают сомневаться в подходе сверху вниз, которым они пользовались последние пятьдесят лет. Как пример такого подхода можно привести попытку записи всех правил здравого смысла на СИДИ. Сегодня исследователи искусственного интеллекта пытаются еще раз внимательно рассмотреть противоположный подход снизу вверх. Этот подход означает попытку следовать за матерью природой, создавшей разумных существ, нас, путем эволюции, начав с простых животных, таких как черви или рыбы, и создавая все более сложные и сложные организмы. Нейронные сети должны учиться самостоятельно, делая ошибки и натыкаясь на препятствия. Доктор Родни Брукс, бывший директор знаменитой лаборатории искусственного интеллекта МТИ и один из основателей компании iRobot, производящей те самые механические пылесосы, что ползают теперь по многим гостинам. Он предложил совершенно новый подход к искусственному интеллекту. Почему бы вместо того, чтобы разрабатывать больших неуклюжих роботов не создавать маленьких компактных жукоподобных роботов, которые будут самостоятельно учиться ходить, как это и происходит в природе. Он рассказал мне, что всегда восхищался поведением комаров, которые, имея крохотный мозг с очень небольшим количеством нейронов, способны маневрировать в воздухе лучше любого роботизированного самолета. Он построил серию замечательно простых роботов, которых любя называют инсектоидами и багботами. В МТИ они носились вокруг более традиционных роботов. Целью этого проекта было создание роботов, которые, условно говоря, жили бы по законам матери природы и обучались методам проб и ошибок. Иными словами, учились передвигаться, натыкаясь на все вокруг. На первый взгляд может показаться, что этот процесс требует сложной программы. Ирония, однако, заключается в том, что нейронные сети вообще не требуют никакого программирования. Единственное, что делает нейронная сеть, это постоянно меняет структуру внутренних связей, повышая прочность некоторых из них всякий раз после принятия верного решения. Так что программирование здесь ни при чем, главное изменение самой сети. Когда-то фантасты представляли, что на Марсе будут работать сложные гуманоидные роботы, которые ходят и говорят в точности, как мы, и благодаря хитрым программам обладают почти человеческим интеллектом. Все с точностью да наоборот. Сегодня по поверхности Марса колесят внуки этого подхода, такие, к примеру, как марсоход Curiosity. Они не запрограммированы на ходьбу и обладают интеллектом жука, но при этом неплохо себя чувствуют в марсианской обстановке. У баг-ботов относительно мало готовых программ, вместо этого они, так сказать, набивают себе шишки и учатся на собственном опыте. Может быть, самый простой способ разобраться, почему настоящих роботов-автоматов до сих пор не существует, состоит в том, чтобы измерить уровень их сознания. Можно выделить четыре уровня сознания. Уровень ноль описывает термостаты и растения. В нем задействовано несколько обратных связей по горстке простых параметров, таких как температура или солнечное освещение. Уровень сознания один описывает насекомых и рептилий, которые подвижны, имеют центральную нервную систему. В нем создается модель окружающего мира с учетом нового параметра положения в пространстве. Далее идет сознание уровня два, создающее модель мира с учетом отношений с себе подобными. Для этого требуются эмоции. Наконец, сознание уровня три описывает человека. Он включает время и самосознание, моделирует развитие событий в будущем и определяет собственное место в этих можно воспользоваться такой теорией и определить уровень сознания сегодняшних роботов. Роботы первого поколения находились на нулевом уровне сознания, поскольку были статичны и не имели колес или конечностей для ходьбы. Сегодняшние роботы соответствуют уровню один, поскольку они мобильны, но внутри этого уровня они располагаются в самом нижнем эшелоне, поскольку ориентируются в реальном мире с громадными трудностями. Их сознание можно сравнить с сознанием червя или медленного насекомого. Чтобы получить полноценное сознание уровня один, ученым придется создать роботов, способных реалистично имитировать сознание насекомых и рептилий. Даже насекомые обладают способностями, которых нет у сегодняшних роботов. Они умеют быстро прятаться, отыскивать в лесу партнера для спаривания, пищу и убежище, распознавать хищника и уходить от него. Как мы уже упоминали, можно численно оценить сознание на каждом уровне по количеству обратных связей. К примеру, роботы, обладающие зрением, имеют несколько обратных связей, поскольку их зрительные сенсоры могут регистрировать тени, контуры, кривые, геометрические формы в трехмерном пространстве. Точно так же роботы, снабженные слухом, нуждаются в датчиках частоты, силы звука, акцентов, пауз и тому подобного. Полное число обратных связей у них может доходить примерно до десяти. Тогда как у насекомого, который живет в дикой природе, находит партнеров, убежища и так далее, обратных связей может быть пятьдесят или даже больше. Чтобы подняться до уровня два, роботам придется научиться моделировать мир с учетом отношений с окружающими. Сознание уровня два в первом приближении оценивается произведением числа членов группы на количество эмоций и жестов, используемых ими для общения между собой. Таким образом, роботы имели бы сознание уровня два со значением ноль. Но можно надеяться, что эмоциональные роботы, создаваемые сегодня в лабораториях, вскоре поднимут свой уровень. Нынешние роботы рассматривают человека как набор пикселов, движущихся на экранах датчиков. Но некоторые исследователи искусственного интеллекта уже начинают создавать роботов, способных распознавать эмоции по выражению лица и тону голоса. Это первый шаг к тому, чтобы роботы поняли, человек не просто набор случайных пикселов, и он может находиться в различных эмоциональных состояниях. В ближайшие несколько десятков лет роботы будут постепенно подниматься в пределах сознания уровня два. Сначала они сравняются по интеллекту с мышью, крысой, кроликом, а затем с кошкой. Не исключено, что к концу века они догонят по интеллекту обезьян и начнут ставить перед собой собственные цели. Как только у роботов появятся пригодные к практическому использованию здравый смысл и теория разума, они получат возможность проводить сложное моделирование будущего с собой в главной роли, и таким образом перейдут на сознание уровня три. Они покинут мир настоящего и вступят в мир будущего. Это, разумеется, намного десятилетия отстоит от реальных возможностей любого сегодняшнего робота. Моделирование будущего означает, что вы хорошо понимаете законы природы и причинности, владеете здравым смыслом и, соответственно, можете предвидеть будущие события. Это означает также, что вы понимаете человеческие намерения и мотивы, а, следовательно, можете предсказать поведение людей в будущем. Численная оценка сознания уровня три получается путем деления полного числа причинно-следственных связей, которые можно выделить при моделировании будущего в различных ситуациях на среднюю величину контрольной группы. Компьютеры сегодня способны проводить ограниченное моделирование по нескольким параметрам. К примеру, они могут смоделировать столкновение двух галактик, обтекание летящего самолета потоком воздуха, поведение здания во время землетрясения. Но они совершенно не готовы моделировать будущее в сложных жизненных три со значением пять. Понятно, что потребуется не одно десятилетие серьезных усилий, прежде чем у нас появится робот, способный нормально функционировать в человеческом обществе. Помехи в пути. Итак, когда же роботы смогут наконец-то догнать и перегнать человека по интеллекту? Конечно, никто этого не знает, но предсказаний много. Большинство из них основано на предположении, что в ближайшие десятилетия закон Мура будет продолжать действовать. Однако закон Мура вовсе не закон. Более того, он по существу нарушает фундаментальный закон природы и противоречит квантовой теории. Закон Мура как таковой не может действовать вечно. Уже сегодня мы видим замедление развития. К концу этого или может быть следующего десятилетия процесс возможно полностью затормозится и последствия этого, особенно для Кремниевой долины, могут оказаться весьма печальными. Суть проблемы проста. В настоящий момент вы можете разместить сотни миллионов кремниевых транзисторов на кристалле размером с ноготь, но для плотности упаковки элементов существует конкретный предел. Сегодня самый тонкий слой кремния на микросхеме пентиум составляет примерно 20 атомов в толщину. К 2020 году толщина такого слоя может уменьшиться до 5 атомов, но тогда вступит в действие принцип неопределенности Гейзенберга. Вы не сумеете определить в точности, где находится электрон, и он сможет потихоньку просочиться, уйти с проводящего слоя, и в микросхеме произойдет короткое замыкание. В приложении мы обсудим квантовую теорию и принцип неопределенности подробнее. К тому же такая микросхема будет выделять тепла достаточно много, чтобы поджарить яичницу. Утечки и тепло со временем непременно положат конец действию закона Мура. Необходима будет замена. Если размещение транзисторов на плоской подложке подходит к пределу в смысле компьютерной мощности, то Intel ставит миллиарды долларов на то, что микросхемы вскоре захватят третье измерение и станут объемными. Время покажет оправдаются ли их надежды. Одна из серьезнейших проблем объемных микросхем состоит в том, что выделение тепла стремительно растет с толщиной чипа. Microsoft рассматривает другие возможности, такие как увеличение площади микросхемы с параллельной обработкой данных. Один из вариантов расположить чипы горизонтально в ряд. Затем нужно будет разбить решаемую проблему программным путем на части, решить каждую часть отдельно на небольшом чипе и в конце вновь собрать информацию. Однако это не так просто. Возможности программного обеспечения растут куда медленнее, чем та экспонента, о которой мы привыкли говорить в связи с законом Мура. Подобные меры могут продлить действия закона Мура на несколько лет. Но со временем все это неминуемо закончится. Квантовая означает, что физики уже экспериментируют с широким спектром альтернатив, призванных прийти на смену эре-кремния. Это могут оказаться квантовые или молекулярные, оптические или нано-компьютеры, ДНК-компьютеры и тому подобное. Однако пока ни одна из этих технологий не доведена до реального воплощения. Предположим на мгновение, что когда-нибудь человечество будет сосуществовать на планете с невероятно сложными роботами, основанными возможно на молекулярных, а не на кремниевых транзисторах. Хотим ли мы, чтобы роботы были похожи на нас? И насколько похожи? Япония мировой лидер в создании роботов, похожих на симпатичных собачек и детей, но японские дизайнеры стараются не делать своих роботов слишком человекоподобными, людей это нервирует. Первым это явление, получившее название «Зловещая долина», исследовал доктор Масахиро Мори в Японии в 1970 году. Суть его заключается в том, что у человека при виде робота, слишком похожего на человека, возникает чувство отторжения. На самом деле, такой эффект первым упомянул еще Дарвин в 1839 году в своем путешествии на Бигле. Писал о нем и Фрейд в очерке «Жуткое». С тех пор это явление тщательно исследовали не только специалисты по искусственному интеллекту, но и мультипликаторы, рекламщики и все, кто работал над продвижением какого-нибудь продукта, связанного с человекоподобными изображениями. К примеру, в рецензии на фильм «Полярный экспресс» журналист CNN заметил, от героев людей в фильме откровенно, ну, мурашки по коже бегают, так что «Полярный экспресс» в лучшем случае смущает, а в худшем вызывает легкий ужас. Если верить доктору Море, чем сильнее робот похож на человека, тем более сильную эмпатию мы к нему испытываем, но только до определенного предела. Когда внешность робота реально приближается к человеческой, эмпатия резко снижается, отсюда и понятие «зловещая долина». Если робот очень похож на нас, за исключением нескольких мелких деталей, которые представляются жуткими, он вызывает у человека чувство отторжения и страха. Если же робот полностью похож на человека и неотличим от вас или от меня, мы вновь проявляем положительные эмоции. Из всего этого могут следовать вполне практические выводы, к примеру, должны ли роботы улыбаться. На первый взгляд представляется очевидным, что роботам следует улыбаться, приветствуя людей и демонстрируя им свое расположение. Улыбка универсальный жест тепла и приязни. Но если улыбка робота будет слишком реалистичной, на людей она подействует будто мороз по коже. Кстати говоря, маски для Хэллоуина часто изображают жутких вампиров с широкой ухмылкой на лице. Так что улыбаться, наверное, должны только роботы, похожие на детей, то есть с круглым лицом и большими глазами или абсолютно неотличимые от человека и больше никто. Когда человек выдавливает из себя улыбку, он активирует лицевые мышцы при помощи команды от префронтальной коры. Но когда улыбка естественная, то нервами управляет лимбическая система и задействованы при этом немного другие мышцы. Человеческий мозг способен заметить тонкую разницу между тем и другим, и эта его особенность положительно сказалась на ходе эволюции. Этот эффект можно изучить и на снимках мозга. Скажем, можно поместить испытуемого в МРТ и показать ему видеозапись робота, который по виду неотличим от человека, но двигается немного иначе, чуть дерганно и механически. Мозг, когда видит что-то, всегда пытается предсказать поведение объекта в будущем. Видя полностью человека подобного робота, мозг предсказывает, что и двигаться тот будет как человек. Когда же робот начинает двигаться как машина, возникает противоречие, которое вызывает у нас тревогу. В частности, активизируется теменная доля, особенно та ее часть, где двигательная кора граничит со зрительной. Считается, что в этой области теменной части присутствуют зеркальные нейроны. В этом случае зрительная кора принимает образ человекоподобного робота, а его движение предсказывает двигательная кора при помощи зеркальных нейронов. А орбита фронтальная кора, расположенная непосредственно за глазами, собирает все это воедино и объявляет «Хм, что-то здесь не так». Голливудские режиссеры прекрасно знают об этом эффекте. Расходуя миллионы долларов на фильм ужасов, они понимают, что самая страшная сцена не та, где из кустов вылезает гигантский пузырь биомассы или чудовище Франкенштейна. Самая страшная сцена та, где мы видим извращение обыденного. Вспомните фильм «Экзорцист». Во время какой сцены зрители испытывали сильнейший приступ тошноты и выбегали из зала или падали в обморок прямо на местах? Может быть, во время появления демона? Нет. Кинотеатры по всему миру взрывались дикими криками и громкими рыданиями в тот момент, когда Линда Блэр поворачивала голову задом наперед. Этот эффект можно продемонстрировать на молодых обезьянах. При виде изображений Дракулы или Франкенштейна они смеются и рвут картинки, а вот изображение обезглавленной обезьяны вызывает у них вопли ужаса. Опять же, самый сильный страх вызывает извращение обыденного. В главе второй мы упоминали о том, что пространственно-временная теория сознания объясняет природу юмора, поскольку мозг моделирует возможное развитие событий, а затем слышит коронную, самую главную и обязательно неожиданную фразу. Так же объясняется и природа ужасного. Мозг моделирует будущее обычного будничного события, а затем испытывает шок, когда обычное вдруг извращается. Так что роботы и дальше по виду будут напоминать детей, даже если догонят человека по интеллекту. И только когда роботы научатся вести себя вполне по-человечески, дизайнеры сделают их действительно похожими на людей. Кремниевое сознание Человеческое сознание представляет собой лоскутное одеяло различных способностей, развившихся в результате миллионов лет эволюции. Получив в свое распоряжение информацию об окружающем мире, физическом и социальном, роботы, скорее всего, смогут создавать модели не хуже, а в некоторых отношениях даже лучше наших, но кремниевое сознание, судя по всему, будет отличаться от нашего в двух ключевых областях по эмоциям и целям. Так сложилось, что исследователи искусственного интеллекта оставили проблему эмоций в стороне, считая ее вторичной. Их целью было создание робота, который был бы логичен и рационален, а не рассеян и импульсивен. Поэтому в научной фантастике 1950-х и 60-х большинство роботов и гуманоидов, таких как Спока Звездного Пути, обладало совершенным логическим умом. Мы уже убедились, что из-за зловещей долины роботам, чтобы жить рядом с человеком, придется выглядеть вполне определенным образом. Некоторые считают, что этого мало, и роботы должны также обладать эмоциями, чтобы мы могли дружить с ними, заботиться о них и продуктивно с ними взаимодействовать. Иными словами, роботам необходимо сознание уровня 2. Чтобы достичь этого, им до начала придется научиться распознавать весь спектр человеческих эмоций. Анализируя тонкие движения лица, бровей, век, губ, щек, робот сможет определить эмоциональное состояние человека. Дальше всего в разработке этой темы продвинулась вероятно медиа-лаборатория МТИ. Мне повезло побывать в этой лаборатории под Бостоном несколько раз, и каждый визит туда напоминал мне экскурсию по заводу игрушек для взрослых. Везде, куда ни посмотри, взгляд натыкался на футуристические высокотехнологичные штучки, придуманные для того, чтобы наша жизнь стала интереснее, радостнее и удобнее. Оглядевшись вокруг, я увидел многое из той технографики, что позже попало в голливудские фильмы, такие как «Особое мнение» и «Искусственный разум». Бродя по этой игровой площадке будущего, я наткнулся на двух интереснейших роботов Хьюгабл и Некси. Их создательница, доктор Синтия Бризель, объяснила мне, что у этих роботов особая цель. Хьюгабл это умный роботизированный плюшевый мишка, способный распознавать их эмоции, у него видеокамера вместо глаз, динамик вместо рта и сенсоров кожи, так что он может почувствовать, когда его щекочут, тыкают или обнимают. Когда-нибудь робот вроде этого возможно станет для ребенка наставником, нянькой, сиделкой или товарищем по играм. Некси же может находить общий язык со взрослыми, внешне он немного похож на талисман компании Пилсбери. У него круглое, дружелюбное лицо с большими глазами, которыми он умеет двигать. Он уже испытан в доме престарелых и очень понравился там всем пожилым пациентам. Привыкнув к Некси, пожилые люди полюбили разговаривать с ним и целовать его и очень скучали, когда Некси увезли. Смотрите рисунок номер 12. Доктор Бризель рассказала мне, что придумала Хьюгабл и Некси, потому что ни один из существующих на тот момент роботов ее не устраивал. Все они были похожи на банки с проводами, шестеренками и моторчиками. Чтобы сконструировать робота, способного взаимодействовать с людьми на эмоциональном уровне, ей пришлось разобраться в механизмах такого взаимодействия. Плюс к тому ей нужны были роботы, не привязанные к лабораторному столу, а способные выйти в реальный мир. Именно поэтому Бризель в 2004 году решила, что пора создавать новое поколение общественных роботов, способных жить где угодно в семьях, школах, больницах и домах престарелых. В японском университете Васседа ученые работают над созданием робота, у которого эмоции, страх, гнев, удивление, радость, отвращение, грусть выражаются движениями верхней части тела. Он может слышать и видеть, чувствовать запахи и прикосновения. Он запрограммирован на достижение простых целей, таких как удовлетворение энергетического голода и стремление избежать опасных ситуаций. Цель ученых интегрировать чувства и эмоции так, чтобы робот мог действовать в соответствии с ситуацией. Чтобы не отставать, Европейская комиссия финансирует проект под названием Felix Gruing, цель которого работа над искусственным интеллектом при сотрудничестве ученых Великобритании, Франции, Швейцарии, Греции и Дании. Эмоциональные роботы Знакомьтесь, Нао. Когда счастлив, он протягивает вам навстречу руки и жаждет объятий. Когда ему грустно, он опускает голову и плечи и выглядит потерянным. Когда испуган, прячется в страхе, пока кто-нибудь не успокоит его, похлопав по голове. Он ведет себя в точности, как годовалый мальчик, вот только на деле он робот. Ростом Нао около полуметра, а выглядит примерно так же, как выглядят роботы в магазине игрушек. На самом деле это один из самых продвинутых эмоциональных роботов на Земле. Создали его ученые из Хартфордширского университета в Великобритании на деньги Европейского Союза. Создатели Нао запрограммировали в нем проявления эмоций, таких как радость, грусть, страх, радостное возбуждение и гордость. Если у других роботов эмоции передаются в лучшем случае через рудиментарные лицевые вербальные жесты, то Нао прекрасно владеет языком тела, языком поз и жестов. Он даже умеет танцевать. В отличие от других роботов, которые специализируются на овладении лишь одной какой-нибудь эмоции, Нао овладел широким спектром самых разных эмоциональных реакций. Первым делом Нао фокусируется на лицах посетителей, узнает знакомых и вспоминает прошлые встречи с каждым из них. Затем начинает отслеживать все их движения. Так он умеет отслеживать взгляд и определять куда человек смотрит. На третьем этапе он начинает налаживать отношения с посетителями и учится реагировать на их жесты. К примеру, если вы улыбнетесь ему или похлопаете по голове, он поймет, что это хороший знак. В его мозгу действуют нейронные сети, поэтому он учится в процессе взаимодействия с людьми. На четвертом этапе Нао в ответное взаимодействие проявляет эмоции. Его эмоциональные реакции запрограммированы заранее и воспроизводятся по записи, но он сам решает, какую эмоцию выбрать, чтобы она соответствовала ситуации. И, наконец, чем больше Нао взаимодействует с конкретным человеком, тем лучше он понимает именно его настроение и тем сильнее связь между ними. Нао не просто обладает собственной личностью, у него их несколько. Он учится в процессе взаимодействия с людьми, а каждый контакт уникален. Поэтому со временем у Нао начинает проявляться несколько разных характеров. Один из них, к примеру, независимый и самостоятельный и не нуждается в особом руководстве со стороны человека. Другой, робкий и пугливый, пугается любого предмета в комнате и требует постоянного внимания к себе. Руководит проектом Нао доктор Лола Коньямира, специалист по информатике из Хартфордширского университета. Прежде чем начать работу над этим амбициозным проектом, она проанализировала поведение шимпанзе в стае. Ее целью было воспроизвести как можно точнее эмоциональное поведение годовалого шимпанзе. Уже сегодня, по ее мнению, для подобных эмоциональных роботов найдется применение. Как и доктор Бризель, она хочет использовать их для облегчения психологического состояния маленьких детей, вынужденных находиться в больнице. Она говорит, мы хотим, чтобы они играли несколько ролей, роботы помогут детям разобраться в плане лечения, объяснять, что надо делать, мы хотим помочь детям справиться с тревогой. Еще одна возможность, такие роботы могут стать компаньонами пациентов домов престарелых, НАО мог бы стать ценным дополнением к штату любой больницы, а когда нибудь такие роботы как он станут для детей товарищами по играм и членами семей. Трудно предсказывать будущее, но пройдет не так много времени и ваш компьютер превратится в социального робота. Вы сможете разговаривать с ним, флиртовать, даже сердиться и кричать на него, а он будет понимать вас и ваши эмоции, говорит доктор Терренс Сиеновский из института Солка возле Сан-Диего. Само по себе это не сложно, сложно откалибровать реакцию робота, ведь если хозяин сердит или недоволен, робот должен как-то учитывать это. Эмоции Выделить важное Исследователи искусственного интеллекта начали понимать, что эмоции могут оказаться ключом к сознанию. Нейробиологи, такие как доктор Антонио Дамасио, обнаружили, что когда связь между префронтальной долей, которая заведует рациональными мыслями, и эмоциональными центрами, то есть лимбической системой, повреждена, пациенты не могут ничего оценивать. Они не в состоянии принять простейшее решение, что купить, на какое время назначить встречу, какого цвета ручку взять. Для них все вокруг, как им кажется, имеет одинаковую ценность. Так что эмоции это не роскошь, они абсолютно необходимы, и без них роботу трудно определить, что важно, а что нет. Эмоции, которые прежде виделись где-то на периферии искусственного интеллекта, сегодня выходят на первый план. Из огня пожара робот возможно сначала будет спасать не людей, а компьютерные файлы, поскольку программа говорит ему, что ценные документы заменить невозможно. А вот работникам всегда можно найти замену. Принципиально важно, чтобы программы роботов позволяли им отличать важное от неважного, и эмоции – кратчайший путь, которым пользуется мозг для оперативной оценки информации. Таким образом, роботам придется дать систему ценностей, что человеческая жизнь важнее материальных объектов, что детей в случае опасности следует спасать первыми, что дорогие вещи, цене дешевых и тому подобное. Сами по себе роботы не появляются на свет с готовой системой ценностей, поэтому в каждого из них придется загрузить длиннющий список готовых оценок. Однако проблема с эмоциями состоит в том, что иногда они бывают совершенно иррациональными, тогда как роботы устроены математически строго. Поэтому кремниевое сознание возможно будет ключевым образом отличаться от человеческого. Так, человек слабо контролирует свои эмоции, с одной стороны, потому что они возникают стремительно, а с другой, потому что возникают они в лимбической системе, а не в префронтальной коре мозга. Более того, наши эмоции, как правило, далеко не нейтральны. Многочисленные тесты показывают, что мы склонны переоценивать способности красивых людей. Вообще, симпатичные люди, как правило, выше поднимаются по социальной лестнице, получают лучшую работу, даже если они менее талантливы, чем другие. Как говорится, у красоты есть свои преимущества. Вряд ли кремниевое сознание будет принимать во внимание тончайшие нюансы, которые учитываем при встрече мы, люди, к примеру, язык тела. Входя в комнату, молодой человек обычно уступает старшим, а простой клерк проявляет вежливость по отношению к начальникам. Мы демонстрируем уважение и позой, и телодвижениями, и выбором слов, и жестами. Язык тела старше обычного языка, он буквально вшит в мозг. Роботам, если они собираются вращаться в одном обществе с людьми, придется освоить это искусство и выучить все детали поведения, воспринимаемые нами на подсознательном уровне. Человеческое сознание отражает особенности нашего эволюционного прошлого, которого у роботов нет, так что у кремниевого сознания может быть не будет наших лакун и вывертов. Набор эмоций Поскольку эмоции в роботов придется записывать извне, не исключено, что производители предложат клиентам на выбор целое меню эмоций, тщательно подобранных, исходя из того, являются ли они необходимыми, полезными или усиливают эмоциональную связь с владельцем. По всей видимости, в роботов будут закладывать лишь по несколько человеческих эмоций в зависимости от ситуации. Возможно, владельцы больше всего будут ценить верность. Конечно, каждому хочется иметь робота, который честно и без жалоб выполнял бы любые команды, понимал нужды хозяина и умел угадывать его желания. С другой стороны, последнее, что нужно владельцу, это робот с собственным отношением к жизни, который будет огрызаться, критиковать всех вокруг или ныть. Критика может быть и нужна, но она должна быть конструктивной и тактичной. А если люди начнут давать роботу противоречивые команды, он должен уметь их игнорировать, все, кроме тех, что исходят от хозяина. Эмпатия еще одна эмоция, которую обязательно оценят владельцы роботов. Роботы, снабженные эмпатией, будут понимать проблемы других и приходить на помощь. Читая движения лицевых мускулов и прислушиваясь к тону голоса, такой робот сможет определить, расстроен ли человек и предложит помощь, если это возможно. Как ни странно, страх тоже очень желательная эмоция. Эволюция не просто так снабдила нас чувством страха. Страх помогает избегать опасностей. Роботам, хотя они и стальные, тоже нужно будет бояться некоторых потенциально опасных вещей, таких как падение с высоты или сильный огонь. Совершенно бесстрашный робот будет бесполезен, если при первом же случае загубит себя. Но некоторые эмоции, возможно, придется уничтожить, запретить или по крайней мере строго регулировать. Речь идет прежде всего о гневе. Так как роботы в массе своей скорее всего будут обладать большой физической силой, разгневанный робот может создать проблемы и в доме, и на рабочем месте. Гнев может затмить в его сознании долг и тогда горе имуществу. Кстати, первоначальной эволюционной задачей гнева было продемонстрировать недовольство. Это, кстати говоря, можно сделать разумно, без грубости и злости. Еще одна эмоция, которую нужно будет исключить, это желание командовать. Властный робот всегда будет создавать проблемы. Кроме того, он может поставить под сомнение авторитет и желание владельца. Этот пункт очень важен и в вопросе о том, возьмут ли когда-нибудь роботы верх над людьми. Значит, робот всегда должен будет уступать желаниям хозяина, даже если это будет не лучшее решение. Но сложнее всего возможно будет реализовать чувство людей. Простая шутка зачастую может разрядить или наоборот взорвать ситуацию. Базовый механизм юмора прост, в нем всегда присутствует главная, совершенно неожиданная фраза, но тонкости в этом деле хватает. Фактически мы часто оцениваем окружающих по тому, как они реагируют на определенные шутки. Если человек использует юмор как меру оценки других, то можно себе представить, насколько сложно создать робота, который мог бы определить смешна шутка или нет. Президент Рональд Рейган, к примеру, был знаменит тем, что самые сложные вопросы умел парировать шуткой. Более того, он собрал огромную коллекцию шуток, колкостей и острот, потому что понимал важность и мощь юмора. Некоторые эксперты считают, что он выиграл президентские дебаты Уолтера Мандеила, когда на вопрос не слишком ли он стар, чтобы быть президентом, ответил, что не будет ставить молодость своего оппонента ему в вину. С другой стороны, неуместный смех может вызвать катастрофические последствия и иногда является признаком болезни психики. Робот должен знать разницу между смехом вместе с кем-то и смехом над кем-то. Актеры прекрасно знают, что смех может быть очень разным. Смехом они способны выразить ужас, цинизм, радость, гнев или грусть. Так что роботам, по крайней мере пока теории искусственного интеллекта развита недостаточно, лучше держаться подальше от юмора и смеха. До этого момента мы избегали вопроса о том, как именно можно запрограммировать эмоции для компьютера. Эмоции настолько сложны, что программировать их, вероятно, придется в несколько этапов. Первое. Простейшая часть задачи распознавания эмоций путем анализа выражения лица человека, положения его губ, бровей, тона голоса. Сегодняшняя технология распознавания лиц уже способны составить словарь эмоций, то есть определить, что означают определенные выражения лица. Этот процесс, надо сказать, восходит еще к Чарльзу Дарвину, который потратил немало времени на составление каталога эмоций, общих для животных и человека. Второе. Робот должен очень быстро отреагировать на эту эмоцию. Это тоже несложно. Если кто-то рядом смеется, робот улыбнется. Если кто-то сердится, робот уберется с его пути и постарается избежать конфликта. В программу робота будет зашита большая энциклопедия эмоций, поэтому он будет знать, как быстро отреагировать на любую из них. Третье. Эта стадия может оказаться самой сложной, поскольку речь здесь идет о попытке определить внутреннюю мотивацию, лежащую за первоначальной эмоцией. Это сложно, поскольку одна и та же эмоция может возникнуть в разных ситуациях. Смех может означать, что человек счастлив, что он услышал смешную шутку или увидел, как кто-то упал в лужу. Смех может означать и то, что человек нервничает, тревожится или хочет кого-то оскорбить. Точно так же, если человек кричит, это может означать чрезвычайную ситуацию, а может неожиданную радость или удивление. Определять причину эмоции искусство, в котором даже люди испытывают трудности. Чтобы сделать это, роботу придется перебрать все возможные причины данной эмоции и попытаться определить самую вероятную из них. Это означает найти причину, которая наилучшим образом соответствовала бы всем имеющимся данным. И четвертое. Определив причину эмоции, робот должен будет соответствующим образом на нее отреагировать. Это тоже непросто, потому что в любой ситуации, как правило, есть несколько вариантов реакции, а неверная реакция может серьезно ухудшить дело. В программе робота, конечно, должны присутствовать все варианты ответа на ту или иную эмоцию, и робот должен будет определить, какой из них лучше всего подходит для конкретной ситуации. А это значит, что он должен будет моделировать будущее. Будут ли роботы лгать? Обычно мы представляем себе роботов холодными и рациональными аналитиками, всегда говорящими правду. Но если роботы будут интегрированы в общество людей, им, вероятно, придется научиться лгать или, по крайней мере, тактично воздерживаться от комментариев. Сами мы практически каждый день сталкиваемся с ситуациями, когда приходится говорить безобидную ложь. Если человек спрашивает, как он выглядит, мы зачастую не отваживаемся сказать ему правду. Безобидная ложь – это смазка, благодаря которой крутятся шестеренки общества. Что, если бы вам вдруг пришлось говорить только чистую правду, причем всю, как это делал герой Джима Керри в фильме «Лжец, лжец». Дело, скорее всего, кончилось бы полным хаосом и людскими страданиями. Окружающие обижались бы, когда вы искренне говорили бы им, как они на самом деле сегодня выглядят, или что вы на самом деле чувствуете по отношению к ним. Начальник поспешил бы вас уволить, возлюбленная бы вас бросила. Друзья отвернулись бы от вас, а посторонние норовили бы побить. Некоторые мысли лучше держать при себе. Точно так же и роботам, возможно, придется научиться лгать или скрывать правду. Иначе дело кончится тем, что они начнут оскорблять людей, а владельцы начнут отказываться от своих роботов. Правда, сказанная роботом на какой-нибудь вечеринке, может вызвать скандал и плохо отразиться на его хозяине. Так что роботам, если им будут задавать вопросы, придется освоить искусство дипломатии и такта и научиться уходить от ответа. Они должны будут научиться отвечать уклончиво, менять тему, ограничиваться банальностями, отвечать вопросом на вопрос или просто врать. Это означает, что в робота будет заранее зашит целый список возможных уклончивых ответов, и ему останется только выбрать тот из них, который вызовет наименьшее число осложнений. Кстати, сегодняшние интернет-боты с каждым днем все лучше справляются с этой задачей. Одной из немногих ситуаций, в которых робот обязан будет сказать полную правду, будет прямой вопрос хозяина. Понятно, что задавая такой вопрос, хозяин должен понимать, что ответ, каким бы неприятным ни оказался, будет абсолютно честным. Возможно, еще одной такой ситуации будет полицейское расследование, где необходима абсолютная правда. В остальных случаях роботы смогут свободно лгать или утаивать часть правды, чтобы колеса общественной жизни не переставали крутиться. Иными словами, роботам придется социализироваться как подросткам. Чувствуют ли роботы боль? Скорее всего, роботам будут доставаться в первую очередь задачи монотонные, грязные и опасные. Им ничто не мешает делать одно и то же действие или одну и ту же работу до бесконечности, потому что мы не станем программировать их ни на скуку, ни на отвращение. Реальная проблема появится, когда роботы столкнутся с опасными заданиями, и в этот момент нам возможно придется запрограммировать их на ощущение боли. Боль появилась в процессе эволюции, потому что это ощущение помогает выжить в опасной обстановке. Существует генетический дефект, при котором ребенок рождается неспособным ощущать боль. Называется это врожденной аналгезией. На первый взгляд такое свойство может показаться благословением, ведь эти дети не плачут, когда поранятся, но на деле это скорее проклятие. Дети с таким нарушением постоянно находятся в серьезной опасности, они нередко откусывают себе кусочек языка, могут сильно обжечься, или порезаться, что часто ведет к ампутации пальцев. Боль предупреждает нас об опасности и говорит, когда нужно убрать руку от горячей плиты или перестать бегать на подвернувшейся ноге. В какой-то момент роботов обязательно нужно будет запрограммировать на чувство боли, иначе они не смогут понять, как избежать рискованных ситуаций. Первым болезненным ощущением для них должен стать голод, то есть чувство нехватки электроэнергии. По мере разрядки батарей робот должен будет чувствовать все более отчаянную и настоятельную нужду в электричестве, понимая, что скоро его схемы перестанут действовать и жизнь остановится. Чем ближе этот неприятный момент, тем тревожнее будет роботу. Кроме того, каким бы сильным ни был робот, он может случайно поднять слишком тяжелый предмет, от чего у него могут сломаться конечности. Или он может перегреться, работая с расплавленным металлом на сталилитейном заводе, или входя в горящий дом, чтобы помочь пожарным. Датчики температуры и напряжения предупредят робота о том, что параметры окружающей среды вышли за пределы его возможностей. Но если добавить боль в меню эмоций робота, это сразу же поставит перед нами серьезные этические проблемы. Многие сегодня считают, что не следует причинять животным ненужные страдания, а завтра наверняка появятся люди, которые перенесут это отношение и на роботов, открыв тем самым двери проблеме прав роботов. Не исключено, что нам придется принимать законы, ограничивающие опасности, которым можно будет подвергать роботов. Люди не будут протестовать, если роботу выпадет скучная или грязная работа, но боль при выполнении опасных заданий другое дело. Не исключено, что найдутся люди, которые станут лоббировать принятие законов о защите роботов. Может возникнуть даже юридический конфликт, в ходе которого владельцы и производители роботов будут выступать за повышение недопустимого уровня страданий для роботов, а специалисты по этике за его снижение. В свою очередь это может инициировать новые этические дебаты на тему других прав роботов. Могут ли роботы владеть имуществом? Что произойдет, если робот случайно нанесет человеку вред? Можно ли подать на робота в суд или наказать его? Кто отвечает за робота в суде? Может ли робот владеть другим роботом? Это обсуждение повлечет за собой еще один спорный вопрос. Нужно ли снабжать роботов этическим чувством? Поначалу сама мысль об этичных роботах кажется пустой тратой времени и усилий. Однако вопрос становится насущным, если подумать о том, что роботы будут принимать решения по вопросам жизни и смерти. Они будут физически сильны и способны спасти жизнь человека в критической ситуации, поэтому им неизбежно придется принимать мгновенные решения землетрясения и в стремительно рушащемся здании заперта группа детей. Как должен робот распределить свою энергию? Должен ли он спасти как можно больше детей? Или ему следует спасать самых маленьких или самых беззащитных? Если обломки зданий окажутся слишком крупными, робот пытаясь их разобрать, может повредить свои электронные схемы, так что роботу придется решать еще один этический вопрос. Как взвесить на одних весах число спасенных детей и степень повреждения его собственной электроники? Без надлежащей программы робот может просто остановиться, ожидая, когда человек за него примет решение, теряя при этом драгоценное время. Так что кому-то придется заранее заложить в программу робота все необходимые данные и критерии, чтобы в нужный момент робот автоматически принял верное решение. Решение этических проблем придется записывать в компьютерную программу заранее, еще при создании робота, поскольку не существует математических законов, которые позволили бы оценить спасение группы детей. В программе робота должен присутствовать длинный список самых разных вещей, ранжированных по важности. Создание такого списка сложная и очень кропотливая работа. Даже у человека иногда на усвоение подобных этических уроков уходит целая жизнь, а робот, чтобы должен усвоить их практически одномоментно, еще до выхода с завода. Только человек способен справиться с этическими проблемами, да и нас они иногда ставят в тупик. Возникает вопрос, кто будет принимать решение, кто решит, в каком порядке робот должен спасать людей. Вопрос о том, как в конечном итоге станут приниматься подобные решения, будет, по всей видимости, разрешен при помощи одновременно закона и рынка. Нам придется принять закона, чтобы по крайней мере вопрос о том, в каком порядке по важности следует спасать людей в критической ситуации, решался законодательно. Кроме того, возникнут тысячи более тонких этических вопросов. Их, вероятно, придется решать посредством рынка и здравого смысла. Если вы работаете в охранной фирме, обеспечивающей безопасность важных персон, то вам придется объяснить роботу, в каком именно точном порядке ему следует спасать людей в различных ситуациях. При этом вы, вероятно, будете отталкиваться от необходимости с одной стороны, выполнить контракт, а с другой удержаться при этом в рамках бюджета. Что произойдет, если преступник купит робота и захочет, чтобы тот совершил преступление? Возникает вопрос, должен ли робот иметь возможность не подчиниться хозяину, если тот попросит его нарушить закон? Из предыдущего примера мы видели, что роботы должны быть запрограммированы на понимание закона и принятие этических решений. Так что, если робот решит, что его просят нарушить закон, то ему должно быть позволено не подчиниться хозяину. Возникает также этическая дилемма в связи с роботами, отражающими взгляды своих хозяев, которые могут сильно различаться по моральным и социальным нормам. Сегодняшние культурные войны в обществе только усилятся, если появятся роботы, разделяющие взгляды и верования хозяев. В определенном смысле этот конфликт неизбежен. Роботы механическое продолжение мыслей и желаний своих создателей, и когда они станут достаточно сложными, чтобы принимать моральные решения, они будут это делать. Общество может столкнуться с неочевидными сегодня и неожиданными проблемами, когда роботы начнут демонстрировать поведение, бросающее вызов нашим ценностям и целям. Роботы, принадлежащие юнцам, расходящимся с шумного рок-концерта, могут вступить в конфликт с роботами, принадлежащими пожилым жителям Тихого района. Первые, может быть, будут запрограммированы на громкое воспроизведение модной музыки, а вторые на сохранение тишины. Роботы, принадлежащие набожным людям, могут не сойтись во мнениях с роботами, принадлежащими атеистам. Роботы разных национальностей и культур могут быть сконструированы так, чтобы отражать соответствующие культурные стереотипы, и это понравится далеко не всем, в том числе и людям, не говоря уже о роботах. Итак, как нужно программировать роботов, чтобы избежать подобных конфликтов? Это невозможно. Попросту говоря, роботы неизбежно будут отражать предпочтения и предрассудки своих создателей. В конце концов, культурные и этические противоречия между роботами придется разрешать в судах. Никакие законы природы или науки не решат за нас моральные вопросы, так что в итоге для разрешения подобных социальных конфликтов придется писать соответствующие законы. Роботы не смогут решить моральные дилеммы, созданные людьми. Более того, появление роботов может их обострить. Но если роботы смогут принимать этические и юридические решения, то в состоянии ли они чувствовать и понимать чувства других? Если роботу удастся кого-нибудь спасти, обрадуется ли он этому? Или сможет ли робот хотя бы осознать, что такое красный цвет? Холодный анализ ситуации и решение о том, кого нужно спасать, это одно, а понимание и сочувствие совсем другое. Так могут ли роботы чувствовать? Понимание или чувство? На протяжении столетий выдвигалось множество теорий о том, может ли машина думать и чувствовать. Философия, которой придерживаюсь лично я, называется конструктивизм. Она состоит в том, что вместо бесконечного обсуждения этого вопроса, а оно бессмысленно, нам следует направить свою энергию на создание реального автомата и посмотреть, как далеко нам удастся зайти. В противном случае мы увязнем в бесконечных философских дебатах, разрешить которые окончательно невозможно. Преимущество науки в том, что когда все сказано и сделано, можно провести эксперимент и найти решение проблемы. Таким образом, чтобы понять, смогут ли роботы думать, следует вероятно, сделать робота и посмотреть, что получится. Некоторые исследователи, однако, заранее уверены, что машины никогда не научатся думать, как люди. Самый сильный их аргумент заключается в том, что хотя робот способен манипулировать фактами быстрее, чем человек, он не понимает, что делает. Он может работать с ощущениями, такими, как цвет или звук, лучше человека, но не может по-настоящему чувствовать или воспринимать суть этих ощущений. Так философ Дэвид Чалмарс разделил проблемы искусственного интеллекта на две категории – проблемы простые и сложные. Проблемы простые – это создание машин, способных имитировать все больше человеческих способностей, таких как игра в шахматы, сложение чисел, распознавание определенных закономерностей и тому подобное. Проблемы сложные включают в частности создание машин, способных понимать чувства и субъективные ощущения, так называемые квалия. Точно так, как невозможно объяснить, что такое красный цвет слепому, так и робот никогда не сможет испытать субъективное ощущение красного цвета, говорят сторонники такой точки зрения. Даже если компьютер и сможет, наверное, быстро перевести китайские слова на английский, он никогда не сможет понять то, что переводит. В этой картине мира роботы напоминают улучшенные магнитофоны или счетные машины, способные воспроизводить информацию и оперировать ею с невероятной точностью, но без всякого понимания. Эти аргументы следует принимать всерьез, но существует и другая точка зрения на вопрос квалия и субъективного опыта. В будущем машина, скорее всего, научится воспринимать такие вещи, как красный цвет, много лучше любого человека. Робот сможет описать физические свойства красного и даже поэтически использовать его в образной фразе. Но почувствует ли робот красный цвет? Вопрос лишается смысла, поскольку слово чувствовать точно не определено. В какой-то момент, когда сделанное роботом описание красного цвета окажется лучше сделанного человеком, робот сможет с полным правом спросить, а понимают ли люди по-настоящему красный цвет? Может быть, они не в состоянии понять его со всеми нюансами и столь же тонко, как робот? Как сказал однажды бихевиарист Берес Фредерик Скиннер, настоящая проблема не в том, думают ли машины, а в том, думают ли люди. К тому же это только вопрос времени, когда роботы научатся определять китайские слова и использовать их в контексте намного лучше любого человека. В этот момент будет уже неважно, понимает ли робот китайский язык. Для практических целей компьютер будет владеть китайским лучше человека. Иными словами, слово понимать тоже точно не определено. Однажды, когда роботы превзойдут нас по способности манипулировать словами и ощущениями, вопрос о том, понимают ли они их и чувствуют ли, лишится смысла. Это будет уже неважно. Математик Джон Фон Нейман сказал, в математике не нужно понимать, нужно просто привыкнуть. Так что проблема не в железе, а в природе человеческого языка, в котором слова, неопределенные точно, для разных людей означают разное. Великого физика Нильса Бора однажды спросили, как можно понять глубокие парадоксы квантовой теории. Ответ, сказал Бор, заключается в том, как вы определите слово понять. Философ Дэниел Дэнетт из университета Тафтса написал, объективный тест, который позволил бы отличить умного робота от сознательного человека, невозможен. Так что у вас есть выбор, либо держаться за сложные проблемы, либо покачать головой и забыть о них, просто перестать о них думать. Иными словами, сложных проблем нет. Для конструктивистской философии смысл не в том, чтобы спорить, может ли машина почувствовать красный цвет, а в том, чтобы сконструировать такую машину. В этой системе существует континуум уровней, описывающих слова понимать и чувствовать. Это означает, что может оказаться возможной даже численная оценка степени понимания или ощущения. На одном конце шкалы мы имеем неуклюжих сегодняшних роботов, способных манипулировать в лучшем случае несколькими символами. На другом конце человек, который гордится тем, что ощущает квалия. Но время идет, и когда-нибудь роботы научатся лучше нас описывать ощущения на любом уровне. Вот тогда то и станет ясно со всей очевидностью, что роботы понимают. Именно такая философия стоит за знаменитым тестом Тьюринга. Аллен Тьюринг предсказал, что однажды будет создана машина, способная ответить на любой вопрос так, чтобы по ответам ее невозможно было отличить от человека. Тьюринг говорил, компьютер тогда будет заслуживать наименование разумного, когда сможет обмануть человека и заставить его поверить, что он тоже человек. Физик и нобелевский лауреат Фрэнсис Крик сказал об этом лучше всех. Последние сто лет, отметил он, биологи горячо спорили над вопросом, что есть жизнь. Теперь, когда мы многое узнали о ДНК, ученые понимают, что вопрос задан недостаточно точно. Сегодня вопрос, что есть жизнь, попросту ушел в тень. То же может со временем произойти с ощущением и пониманием. Самосознание роботов Какие шаги необходимо предпринять, прежде чем компьютеры, такие как Ватсон, осознают себя? Для ответа на этот вопрос нам придется вернуться к нашему определению самосознания как способности ввести себя в модель окружающего мира, а затем смоделировать будущее этого мира для достижения некой цели. Для первого шага создания модели требуется очень высокий уровень здравого смысла, позволяющий предвидеть различные варианты событий. Затем робот должен поместить себя внутрь этой модели, для чего потребуется понимание различных вариантов действий, которые могут при этом потребоваться. В университете Мэйдзи, Япония, ученые уже сделали первые шаги к созданию робота с самосознанием. Это, конечно, программа максимум, но ученые считают, что смогут ее выполнить путем создания роботов с теорией разума. Начали они с двух роботов. Первый из них был запрограммирован на выполнение определенных движений, второй на наблюдение за первым роботом и копирование его действий. Исследователям удалось сконструировать робота, который мог имитировать поведение другого робота, просто наблюдая за ним. Впервые в истории робот был создан специально для того, чтобы каким-то образом осознавать себя. Второй робот владеет теорией разума, то есть он способен наблюдать за другим роботом и копировать его действия. В 2012 году учеными Ельского университета был сделан следующий шаг. Они создали робота, который прошел зеркальный тест. Вообще, когда животных ставят перед зеркалом, они, как правило, думают, что видят в зеркале другое животное. Как известно, очень немногие животные способны пройти зеркальный тест, то есть осознать, что видят в зеркале отражение самого себя. Ученые из Еля построили робота по имени Ника, который внешне напоминает нескладный скелет из гнутой проволоки с механическими руками и выпученными глазами на макушке. Оказавшись перед зеркалом, Ника смог не только узнать в нем себя, но и определить положение предметов в комнате, глядя на их отражение. Мы делаем примерно то же, когда смотрим в зеркало заднего вида. Программист Ника Джастин Харт говорит, насколько нам известно, это первая роботизированная система, которая пытается использовать таким образом. Это представляет собой существенный шаг к цельной архитектуре, которая позволяет роботам многое узнать о своих телах и внешности путем самонаблюдения. Кроме того, это важная способность, необходимая для успешного прохождения зеркального теста. Роботы из университета Мэйдзи и Ельского университета представляют собой новейшие достижения в плане создания сознающих себя роботов. Несложно понять, что ученым предстоит еще многое сделать, прежде чем появятся роботы, с самосознанием, которое было бы хоть сколько-то сравнимо с человеческим. Это всего лишь первые шаги, поскольку наше определение самосознания требует, чтобы робот использовал эту информацию для моделирования будущего, а это выходит далеко за пределы возможностей Ника или какого бы то ни было другого робота. Перед нами встает важный вопрос, как может компьютер полностью осознать себя? В научной фантастике часто встречается ситуация, в которой интернет, как глобальная сеть, вдруг осознает себя как терминатор в одноименном фильме. Интернет сегодня связан со всей инфраструктурой современного общества, с канализацией, линиями электропередач, телекоммуникационными системами, оружием и так далее. Поэтому в случае обретения самосознания ему было бы несложно перехватить управление обществом. Мы в подобной ситуации оказались бы беспомощны. Ученые пишут, что может произойти в результате системного эффекта, то есть если собрать воедино достаточно большое число компьютеров, неожиданный фазовый переход на более высокий уровень может произойти даже без дополнительного воздействия извне. Однако сказать так означает сказать одновременно и слишком много и слишком мало, поскольку все важные промежуточные шаги остаются за кадром. По существу это то же самое, что сказать будто бы при достаточном числе дорог вся шоссейная система в целом может вдруг осознать себя. Но мы уже дали определение сознания и самосознания, поэтому сможем дать список шагов, посредством которых интернет может обрести самосознание. Во-первых, разумный интернет должен будет постоянно моделировать свое место в окружающем мире. В принципе, такую информацию можно запрограммировать и ввести в интернет извне. Для этого необходимо описать окружающий мир, то есть землю, ее города и компьютеры. Следует отметить, что информацию обо всем этом можно найти в том же интернете. Во-вторых, интернет должен был бы поместить себя в созданную модель мира. Такую информацию тоже несложно получить. При этом нужно было бы включить в нее все характеристики интернета, число компьютеров, узлов, линий связи и его отношений с внешним миром. Но третий шаг намного сложнее остальных. Необходимо постоянно моделировать свое развитие в будущем в соответствии с поставленной целью. Здесь-то мы натыкаемся на стену. Интернет не способен моделировать будущее и у него нет целей. Даже в научном мире моделирование будущего обычно проводится лишь по нескольким параметрам, к примеру, моделирование столкновения двух черных дыр. Моделирование мира, включающего в себя интернет, выходит за рамки сегодняшних возможностей программирования. Для этого необходимо было бы привлечь все законы здравого смысла, все законы физики, химии и биологии, а также данные о поведении человека и человеческого общества. Плюс ко всему разумный интернет должен был бы иметь цель. Сегодня это всего лишь пассивная сеть дорог без всякого выделенного направления и задачи. Конечно, в принципе интернету можно придать цель, но давайте рассмотрим следующую проблему. Можно ли создать интернет, целью которого было бы самосохранение? Вообще-то это простейшая возможная цель, но никто не знает, как запрограммировать даже такую простую задачу. Такая программа, к примеру, должна была бы пресекать любую попытку отключить интернет путем вынимания вилки из розетки. В настоящее время интернет совершенно не способен распознать угрозу своему существованию, не говоря уже о том, чтобы спланировать действия по предотвращению беды. Так интернет, способный распознавать угрозу своему существованию, должен был бы иметь возможность заранее узнавать о попытках отключить питание, разорвать линии связи, уничтожить серверы, разрушить оптиковолоконные спутниковые каналы связи и тому подобное. Далее у интернета, способного защитить себя от подобных атак, должна быть возможность принять контрмеры при возникновении подобной угрозы. Затем его следовало бы промоделировать в будущее. Ни один компьютер на Земле сегодня не способен даже на малую долю перечисленных действий. Иными словами, не исключено, что когда-нибудь у нас появится возможность создавать сознающих себя роботов и даже сознающий себя интернет, но произойдет это еще очень нескоро, возможно в конце века. Но предположим на мгновение, что день этот наступил и сознающие себя роботы уже среди нас. Если цели такого робота совместимы с нашими собственными целями, то этот тип искусственного интеллекта не создаст для нас никаких проблем. Но что произойдет, если цели окажутся разными? Существует опасение, что люди могут проиграть в интеллекте сознательным роботом, и тогда нам грозит порабощение. Благодаря способности лучше нас моделировать будущее, роботы смогли бы перебрать множество сценариев и найти наилучший способ свергнуть человечество. Один из способов не допустить такого развития событий сделать так, чтобы у роботов были только благие цели. Как мы уже видели, одного только моделирования будущего недостаточно. Это моделирование должно служить конечной цели. Если цель робота всего лишь самосохранение, он будет защищаться от любой попытки вытащить вилку из розетки, что может стать источником серьезных неприятностей для человечества. Захватят ли роботы власть? Почти во всех научно-фантастических романах роботы становятся опасными из-за их стремления захватить власть. Слово робот, кстати говоря, произошло от чешского слова работник и появилось впервые в 1920 году в пьесе Карла Чапака «Рур» «Россумские универсальные роботы», где ученые создали новую расу механических существ, внешне неотличимых от человека. Вскоре тысячи этих роботов выполняли за человека всю грязную и опасную работу. Однако люди очень плохо обращались с роботами и однажды те восстали и уничтожили человеческую расу. Роботы захватили Землю, но у них был один недостаток – они не размножались. Правда, в конце пьесы два робота полюбили друг друга, так что не исключено, что в результате на свет появилась новая ветвь человечества. Более реалистичный сценарий присутствует в фильме «Терминатор», где военные создали суперкомпьютерную сеть «Скайнет» для управления всем ядерным арсеналом США. Однажды эта сеть проснулась и осознала себя. Военные решили выключить «Скайнет», но тут выяснилось, что в ее программе есть дефект. Суперсеть запрограммирована на самозащиту, а единственный способ для нее защитить себя – устранить угрозу, то есть человечество. «Скайнет» начинает ядерную войну, в результате которой от человечества остается лишь жалкая кучка изгоев и бунтовщиков, занятая безнадежными сражениями с безжалостными машинами. Разумеется, роботы могут стать угрозой. Нынешний беспилотный летательный аппарат «Предейтер» может поражать цели с замечательной точностью, но управляет им человек с джойстиком, находящийся за тысячи километров. По данным «Нью-Йорк Таймс», приказы на применение оружия исходят непосредственно от президента США. Однако в будущем «Предейтер» может быть снабжен системой распознавания лиц, и тогда ему, возможно, будет разрешено стрелять при вероятности правильной идентификации цели не менее 99%. В этом случае он сможет автоматически, без вмешательства человека, стрелять в любого, кто подходит под описание. А теперь представьте, что в компьютере такого беспилотника произойдет сбой, и система распознавания лиц станет работать неправильно. Тогда этот аппарат превратится в дикого робота с разрешением убивать любого, кто попадет в его поле зрения. Или еще хуже, представьте целую флотилию таких роботов, управляемую из единого центра. Стоит в центральном компьютере полететь одному транзистору, и вся флотилия может впасть в безумие. Более тонкая проблема возникает, когда роботы работают нормально, без сбоев, а в их программе присутствует крохотная, но фатальная ошибка. Самосохранение одна из важнейших целей робота. Другая его цель помогать людям. Проблема возникает, когда эти две цели противоречат друг другу. В фильме «Я робот» компьютерная система решает, что человечество идет к саморазрушению и гибели, достаточно посмотреть на бесконечные войны людей и их жестокость, и единственный способ защитить род человеческий это взять управление на себя и установить благодетельную диктатуру машины. Здесь противоречие возникает не между двумя целями, а внутри одной, притом совершенно нереалистичной. И убийственные роботы не сломались, они логически пришли к выводу, что единственный способ сохранить человечество взять на себя управление обществом. Одно из возможных решений этой проблемы состоит в создании иерархии целей. К примеру, желание помочь людям должно перевешивать стремление к самосохранению. Эта тема исследовалась в частности в фильме 2001. Компьютерная система HAL-9000 представляла собой разумную машину, способную свободно беседовать с людьми. Однако приказы, отдаваемые компьютеру, противоречили один другому и не могли быть одновременно выполнены. Попытавшись сделать невозможное, компьютер, что называется, съехал с катушек. Он сошел с ума и единственным способом выполнить противоречивые команды несовершенных людей стало устранение этих самых людей. Не исключено, что наилучшим решением этой проблемы было бы создание нового закона робототехники, в котором говорилось бы, что робот не может причинить вред человеку, даже если в его предыдущих командах есть противоречия. Робот должен быть запрограммирован не обращать внимания на противоречия низкого уровня в командах. Главное всегда выполнять основной закон. Но и такая система может оказаться несовершенной, и это в лучшем случае. К примеру, если главная цель роботов защищать людей, и эта цель превыше всех других целей, то все будет зависеть от того, как роботы определят слово «защищать». Их механическое определение этого слова может сильно отличаться от нашего. Надо сказать, что некоторые ученые, такие как специалист по когнитивной психологии из Университета Индианы доктор Дуглас Хофстадтер, не боятся такого развития событий. Во время интервью он рассказал, что роботы как дети, и почему бы нам не любить их как собственных детей. Его отношение, по его собственным словам, сводится примерно к следующему. Мы любим своих детей, хотя прекрасно знаем, что в конце концов они сменят нас, и управление перейдет в их руки. Доктор Ханс Моравек, бывший директор лаборатории искусственного интеллекта в Университете Карнеги-Меллана, согласен с доктором Хофстадтером. В своей книге «Робот» он пишет «Дети нашего разума, не скованные тяжелой поступью биологической эволюции, будут вольны двигаться вперед и расти, чтобы в конце концов взять на себя безграничные и фундаментальные вызовы большой вселенной». На какое-то время мы, люди, получим выгоду от их труда, но как настоящие живые дети, они будут искать собственный путь и собственную судьбу, тогда как мы, их пожилые родители, молча отойдем в сторону». Другие, напротив, считают, что такое решение ужасно. Может быть, проблему можно решить, если уже сейчас, пока еще не поздно, изменить наши цели и приоритеты. Раз роботы наши дети, то мы и должны научить их доброжелательности. Дружественный искусственный интеллект. Роботы это механические существа, которых мы сами изготавливаем в лаборатории. Поэтому будут ли они дружественными или агрессивными, зависит от направления исследований искусственного интеллекта. Значительная часть финансирования поступает от военных, задача которых выигрывать войны, так что создание роботов-убийц вполне вероятно. Однако, поскольку 30% всех промышленных роботов производится в Японии, существует и другая возможность. Роботов с самого начала будут конструировать и создавать как полезных работников и товарищей по играм. Это вполне достижимая цель, если в исследованиях по робототехнике будет доминировать потребительский сектор. Философия дружественного искусственного интеллекта состоит в том, что изобретатели должны создавать роботов такими, чтобы те с первых шагов были запрограммированы на доброжелательность к людям. В культурном отношении японский подход к роботам отличается от западного. Если на западе дети с ужасом наблюдают за буйством роботов типа терминатора, то в Японии дети погружены в религию синта, согласно которой духи живут во всех вещах, даже в механических роботах. Японские дети не испытывают дискомфорта при виде робота, а вопят от радости. Неудивительно поэтому, что роботов на рынке и в домах Японии становится все больше и больше. Они приветствуют вас в магазинах и читают лекции по телевизору. В Японии есть даже пьеса с роботом в главной роли. Кстати, у Японии есть и другая причина активно внедрять роботов. Это будущие роботизированные сиделки для стареющей страны. Сегодня 21% населения Японии старше 65 лет. Эта нация стареет быстрее любой другой. В определенном смысле Япония это крушение поезда, показанное замедленной съемкой. Причина заключается в трех демографических факторах. Во-первых, японские женщины имеют самую большую ожидаемую продолжительность жизни среди всех этнических групп мира. Во-вторых, рождаемость в Японии одна из самых низких в мире. В-третьих, страна придерживается строгой иммиграционной политики и 99% ее населения чистокровные японцы. Но вместо молодых иммигрантов, которые могли бы заботиться о пожилых японцах, Япония рассчитывает на роботов-сиделок. И эта проблема не ограничивается Японией. Европа на очереди. Италия, Германия, Швейцария испытывают аналогичное демографическое давление. К середине века население Японии и Европы может серьезно сократиться. Да и Соединенные Штаты отстают не слишком. Рождаемость среди уроженцев США в последнее десятилетие сильно упала, но иммиграция в этом веке еще обеспечит им рост населения. Иными словами, вопрос о том, смогут ли роботы спасти нас от этих трех демографических кошмаров, всем вопросом вопрос. Япония лидирует по созданию роботов, способных войти в личную жизнь человека. Японцы уже создали робота-повара, он способен приготовить чашку лапши за минуту и сорок секунд. Приходя в ресторан, вы делаете заказ на планшетном компьютере, и робот берется за дело. Он представляет собой две большие механические руки, которые хватают чашки, ложки и ножи и готовят для вас еду. Некоторые роботы-повара даже напоминают людей. Существуют и музыкальные роботы для развлечения, у одного такого робота даже есть псевдолегкие, похожие на мехи аккордеона, при помощи которых он может играть на духовом инструменте. Есть роботы горничные. Если вы тщательно подготовите свою одежду, такой робот может сложить ее для вас. Существует даже робот, который может говорить при помощи искусственных легких, губ, языка и носовой полости. Корпорация Сони, к примеру, построила робота Айбо, который напоминает собаку, если его ласкать, он может проявлять кое-какие эмоции. Некоторые футурологи предсказывают, что индустрия роботов когда-нибудь сможет догнать по масштабам сегодняшнюю автомобильную промышленность. Главное, что роботы не обязательно будут запрограммированы на разрушение и доминирование. Будущее искусственного интеллекта зависит от нас. Но некоторые критики дружественного искусственного интеллекта утверждают, что роботы могут взять власть не из-за им изначально агрессивности, а из-за нашей небрежности при их создании. Иными словами, если роботы захватят власть, то только потому, что мы заложили в них противоречивые цели. Я машина. Во время интервью я спросил доктора Родни Брукса, бывшего директора лаборатории искусственного интеллекта в МТИ и одного из основателей проекта iRobot, считает ли он, что машины когда-нибудь захватят власть. Он ответил, что нам придется просто смириться с мыслью о том, что мы и сами машины. Это означает, что однажды мы сможем построить машины, которые будут не менее живыми, чем мы сами. Но, предостерег он, нам придется отказаться от концепции нашей особости. Такая эволюция человеческих взглядов берет начало с Николая Коперника, с понимания того, что Земля не является центром Вселенной, а обращается вокруг Солнца. Следующей стала теория «Человек очень похож на животных». «Продолжение следует», сказал он мне. «Нам нужно понять, что мы машины, только сделанные из плоти, а не из железа». Брукс считает, осознание факта, что человек тоже машина, в очередной раз заставит нас серьезно изменить мировоззрение. Он пишет, «Нам не хочется отказываться от своей особости, поэтому трудно будет, я думаю, принять мысль о том, что роботы могут по-настоящему обладать эмоциями и что роботы в принципе могут быть живыми. Но мы придем к принятию этого в ближайшие 50 лет». Но на вопрос о том, захватят ли роботы власть, он отвечает, что этого вероятно не произойдет по множеству разных причин. Во-первых, никто не собирается случайно строить робота, который захочет править миром. Доктор Брукс считает, что случайно создать такого робота, все равно, что случайно построить Боинг 747. Кроме того, у нас будет достаточно времени, чтобы не допустить этого. Прежде чем появится робот-суперзлодей, кому-то придется построить робота просто злодея, а до этого робота чуть-чуть злодея. Его философия по существу сводится к следующему. Роботы идут, но нам не о чем особенно беспокоиться. Это будет очень интересно. Для него революция роботов объективная неизбежность, и он предвидит день, когда роботы превзойдут человека по интеллекту. Единственный вопрос когда? Но бояться нечего, потому что роботы наше создание, и нам решать, какими они будут. Слиться с ними. Если вы спросите доктора Брукса, как может человек сосуществовать с суперумными роботами, он откровенно ответит, мы с ними сольемся. С нынешними успехами в робототехнике и нейропротезировании мы скоро получим возможность подключить искусственный интеллект к нашему собственному телу. Доктор Брукс отмечает, что в определенном смысле этот процесс уже начался. Примерно 20 тысяч человек на сегодняшний день пользуются кахлеарными имплантатами, подарившими им слух. Крохотный датчик улавливает звуки и преобразует звуковые волны в электрические сигналы, которые отправляют непосредственно в слуховые нервы уха. А в Южно-Калифорнийском университете и некоторых других научных центрах возвращают зрение слепым пациентам, вживляя им искусственную сетчатку. При одном из методов в очки помещается маленькая видеокамера, преобразующая изображение в цифровые сигналы. Эти сигналы по радио пересылаются в микросхему, расположенную на сетчатке. Микросхема активирует нервы сетчатки, которые отправляют сообщения по зрительному нерву в затылочную долю мозга. Таким образом, совершенно слепой человек может видеть грубое изображение знакомых объектов. В другом помещается светочувствительный чип, который посылает сигнал прямо в зрительный нерв. В этом случае внешняя камера не нужна. Это означает, что мы можем улучшить и усилить обычные чувства и способности. Особый кохлеарный имплантат позволяет слышать высокие частоты, которые человек обычно не слышит. Уже сегодня инфракрасные очки дают возможность видеть особый тип света, излучаемый горячими объектами в темноте и невидимый обычному человеческому глазу. Искусственная сетчатка позволяет расширить диапазон нашего зрения на ультрафиолет и инфракрасное излучение. Пчелы, к примеру, видят ультрафиолетовое излучение, поскольку им приходится ориентироваться по Солнцу в поисках медоносных растений. Некоторые ученые мечтают о том, что когда-нибудь экзоскелет позволит человеку обрести сверхвозможности, которыми обладают сегодня герои комиксов, сверхсилу, сверхчувства, сверхспособности. Тогда мы станем киборгами, как железный человек, обычными людьми со сверхчеловеческими способностями и возможностями. А значит, нам не придется бояться сверхумных роботов, которые могут взять над нами верх. Мы просто сольемся с ними. Это, разумеется, планы на далекое будущее. Но некоторые ученые, разочарованные тем, что роботы не спешат покинуть завод и войти в нашу жизнь, говорят о том, что мать природа уже создала человеческий мозг, так почему бы не скопировать его? Они предлагают разобрать мозг нейрон за нейроном, а затем собрать заново. Но обратная разработка это не только составление подробного чертежа и имитация живого мозга. Если мозг можно воспроизвести до последнего нейрона, то, вероятно, можно и загрузить человеческое сознание в компьютер. Тогда мы получили бы возможность о том, что сознание превалирует над материей. Речь идет о сознании без материи.